Мама Мама, а вон, видишь, девушка идет. Вот это каблучище, а. Сантиметров десять, наверное. Как она на таких ходулях ходит-то? Господи, а юбочка? Ну, мамуль, это деревня. Мода сейчас такая, так все ходят. Кругом магазины сплошные. Откуда столько денег-то? Мам, здесь же заработать можно. Здесь столько возможностей, не то, что в наших тупилках. Ох, доченька, дай бог. Ой, смотри, мам, какой кинотеатр огромный, а. И машины какие. Я такие только по телевизору видела. А церковь тут особенная. Посмотри, какой храм восстановили. Ну, что ты хочешь, мам? Москва. А народу-то, народу-то, мать, вообще. Как же тут жить-то? Может, зря мы сюда приехали. Боюсь я, доченька. Мамуля, ну чего ты боишься? Это же не лес, это город. И тут не волки живут, а обычные люди. А чего носятся, как оглашенные? Ну, скоро и я так буду. С утра в институт, потом на работу. А по вечерам, на свидание. Так что, да здравствует новая жизнь. Чего вы уставились на меня? Они меня не спрашивали. Ну, вообще ли, что едут, и все. Миграция. Главное, чего они все сюда-то прут? Едут и едут, едут и едут. Не говори. Вы вообще посмотрите, вокруг какие рожи. Скоро вообще москвичей не останется. Одни приезжие. Да. Мам, а ты как хочешь. А я с чужими спать не буду. Так что, в свою комнату я их не пущу. У меня сон чуткий. Ну да, и храп богатырский. Храп богатырский. Они надолго приедут. Ну, так я не знаю, наверное, погостить. Угу, погостить. Годика на два или на три. То и вообще останутся. Слушайте, может быть, ну, правда, сразу им отворот-поворот. Ма. А вот когда вы детьми каждое лето в деревню ездили, ну, тут ничего. Они не очень вам мешали. И что теперь, всю жизнь, что ли, расплачиваться? Нет, я серьезно спрашиваю. Да главное, только жить нормально начали. Переехали в нормальную квартиру. Как люди. А теперь что, все? Кончилась нормальная жизнь, что ли? Мам! Так... А, вот, мам, нашли! Простите. Дочь, погоди. Погоди. Мам, ну, что такое? Ну, дай отдышаться-то. Ой, да не переживай ты так. Ну, это же твоя родня. Пошли. Танька, ну, подожди. Ну, столько лет не виделись. Ну, вот, и вдруг здрасте. Приехали. Мамочка, ну, столько лет не виделись, будет о чем поговорить. Пошли. Ну, тягости будет. Погоди. Подожди. Мам, ну, что такое? Мне уже, мне через 20 часа аккуратно. Мам, через 20 часа надо быть в институте. Слушай, мы крыжовиной взяли. Галочкина, любимая. Мы взяли, мы крыжовиной и малиновой взяли. Все взяли. Мамочка, не беспокойся. Это твои племянники, твоя сестра. Все в порядке. Ну? Ну, давай. Давай. С Богом. Звоним. Да. Мы хотели жить, любить и быть одной судьбой. И наше счастье не делить ни с тем другим, ни с той другом. Но бывает так, что все меняется потом. Чужая ревность, как беда, ночным дождем приходит в дом. Две волны друг друга нежно обнимают. Две любви под ним огнем в ночи сияют. Две души, как две весны, как я и ты. Пусть даже нет судьбы, лишь корабли в открытом небе. Две любви живут, а значит есть на свете. И я не ты, и я не ты. Вера, Вера. Томочка, Тома, да сколько ж мы не видны. Красавица-то какая. Тетя Вера. Анюта, Анюточка, здрасте. А кавалеры есть? Могу родить. Нету. Спасибо, Анечка. А где Катька-то в школе? Да убежала уже. А где Галя? Галя на работе, да? Ну, работа-то у нас дома, она пригорашивается. Ну, не для вас, конечно, есть для кого, слава богу. Вот, вот, вот. А мальчики где? А мальчики, Димка убежал куда-то. А Витя, Витя, иди сюда. Витя, тетя Вера приехала. Он в футбол смотрит, не слышит ничего. Здрасте. Витька, Витька, привет. Ну ладно. Что-то, ни за чем. Ну, долго вы собираетесь на пороге топтаться? Да и правда. Давай, тащи багаж. Куда прикажете? В Димке нулю, в гостиную? Витюш, вот это вот прямо на кухню неси. Ага. Только осторожно, не разбей банки, там, только, там, дай помогу. Да как же ты такую тяжесть-то тащила? Ну, со своего огорода же все, все же свое. Алло, гараж, просыпайся. Просыпайся, говорю, завтрак на столе. Да ты не брат, ты садист. Ты специально меня от мамы увез, чтобы издеваться, да? Я тебя от мамы увез, чтобы ты над ней не издевался. Давай, поднимайся. Кто обещал готовиться к институту? Пролетишь, как фанера над Парижем, поедешь в Астрахань обратно к маме, понял? Чего тебе не спится-то, а? Ты же вроде эти заказы сдал уже заказчику. Шопинг у меня. Костюм покупай. Нафига тебе костюм, а? Перед тобой барышни и так штабелями падают. Чего они в тебя находят, не знаю. Так, мне костюм для дела нужен, а консультанта найти не могу. Одна работает, вторая работает. Вот третий вкус хуже моего. Хуже, чем у тебя? Ну, это вообще фантастика. Так, что нам нужно? Нам нужна ответственность за дело, прекрасный вкус и немного симпатии ко мне. Мне этот костюм очень нужен, от него зависит. Чего завис? Перезагрузись. Наташка. Наташенька милая, как же я о тебе забыл, а? Чего зависит? Наше светлое будущее, балбес. Я сегодня с бариновым встречаюсь, а эта встреча может изменить всю нашу жизнь. Ну, мам, ладно, я тогда тебя оставлю. Мне в институт нужно. Слушай, Вить, а может ты меня подбросишь? У тебя же, по-моему, машина была. Знаешь, нет. Ну, просто я в это время в центр не езжу. Пробки. А, понятно. Ну, ладно, хорошо, тогда сама найду. Так, значит, документы я уже сдала. Осталось мне сегодня получить студенческий в больницу. Нужно будет заехать в больницу, которую нам посоветовали. Нужно маму положить на обследование. А то у нас в Саратове нет же такой аппаратуры. Вот. Потом устроюсь на работу. Значит, буду работать и параллельно учиться. Маму подлечим, квартиру снимем. Не всегда же нам у вас жить. Значит, вы надолго к нам? В Москву-то? Ну, как? Вообще, хотелось бы всегда. Мам. Вот. Ну, если мы вас как-то стесняем, мы можем ее на сенцию снять. Могу подвезти. Ой, Томочка, прости. Говорила Таня, что не все такие, как мы. И что не нужно своей проблемой на других переваливать. Так что мы пойдем, дочь. Да погоди. Пошли. Оставайтесь, раз уж приехали. Витя, давай из чулана две старых раскладушки перенеси. Значит так, спать здесь будете? Ну, извини, ну, негде больше, да? Ну, утром раскладушки убирайте, опять в чулан. Да, конечно, Том. Хорошо? Ну, тут и так не разместиться, а тут... А, ну... Ой, мам. Вы, может, чей хотите? Да нет, Анечка, спасибо, не надо, не надо, спасибо. Спасибо. Не обижайтесь на них. Они на самом деле неплохие. Ну, только нервные. В Москве все нервные. Ну, они так рады вам. Очень. Ну, так рады. Вы знаете, одну раскладушку не убирайте, чтоб тетя Вера могла в нем прилечь. Ань, спасибо. Спасибо. Спасибо, Анечка. Че? Слишком ярко? Да. И главное, именно сегодня приперлись. Да, попробуй. Ма, а че он в такой уран решил прийти? Нельзя было вечером пригласить. Да какая разница? Пусть только придет. Главное, повод подходящий. Пусть посмотрит, как мы устроились после расселения. Все-таки бывший сосед. Ты понимаешь, я когда его в супермаркете увидел, я не узнала. Он такой бизнесмен. Даже раньше за солью там денег перехватить до получки. Может, если б я знала, что из него такое путное выйдет. А я знала. Так ты же маленькая была. Это вот теперь да. Это Люба Дорога посмотри. Настоящая леди. Да, как бы ему дурно не стало от такой красоты. А ну пошел к себе. Ну, дочка, не слушай его, умник. Ты у меня самая красивая. Да он увидит тебя, обалдеет. Правда. Девушка, можно с вами познакомиться? Ой, чтобы потом бросить и забыть, да? Да нет, ну что вы, чтобы вместе встретить обеспеченную старость в кругу многочисленных детей и внуков и умереть в один день. А ты все такой же. Да. Наташенька, ну это все потом. А сейчас, пожалуйста, общественность возлагает на тебя не человеческие, исторические надежды. В смысле, мои одежды. Пожалуйста. Ну что, пожалуйста. Наташенька, я так в рак тебе видеть. Да как же, верю, верю. А ты правда все такой же. Да. Ну что, гражданочка, пройдемте? Ну, пройдемте. Слушай, какая холодина, а? Мама, ну не переживай ты так. Таня, как не переживаться, если не рада вам здесь? Ну, не рада, значит, снимем квартиру, будем вдвоем с тобой жить. А деньги? Деньги. Заработаем деньги. Ладно, мамышка, я сейчас с тебя еще быстро в институт, потом приеду, мы с тобой обязательно поговорим. Ладно? Давай, иди, а ты у меня заболеешь. Давай, ты только осторожно. Хорошо. Девушка, а вы случайно не из ту четырнадцатой вышли? Из нее? А что? Жаль, что уходите. У меня здесь старинные друзья живут, а я вот к ним. С подарком. Понятно. Понятно. А может, вернетесь? Познакомились бы? Вадим Горин. С вазой. К вашим услугам. Очень приятно. Таня Развешкина. Таня. Прекрасное имя. Ну, так что, Таня, состоите мне компанию. Что? Не-не-не-не. Почему? Я не могу. Мне надо в институт. А вы идите, мне кажется, вас там ждут. Боже мой, Галочка, сколько лет, сколько зим, ну, повзрослела, похорошела. Да, невеста. Нравится? Здравствуйте. Она у меня красавица. Так что, имей в виду. Вадим, в качестве зяти ты меня вполне устраиваешь. Чего ты стоишь, как неродной? Проходи. У-у-у! Телефон. Телефон. Вот и у-у-у! У-у. Телефон. Простите, а поаккуратнее нельзя ехать? Можно. Конечно, можно. Только мы так полдня здесь простоим. А мне план надо делать. Деньги зарабатывать. Ну ехай, овца! Господи! Вот из-за чего все пробки, знаете? Из-за баб. Извиняюсь, из-за женщин. Да. Пока губежки свои намажет, пока мозги в кучку соберет, уже зеленый давно моргает. Вот я бы им вообще запретил бы права выдавать, и все. Вот еще курица одна. Ехай-то, ехай! Че ты, соб... Ах, твою мать, а! А, ну ты че, охренела, что ли? Тебе дороги нафига надо, чтобы ехать? Ехай-то, ехай! Я еду нормально, если ты свои права в карту! Польешь ты, как устрица! Польешь ты, как устрица! Придурок! Придурка! Ты смотри, фару разбила. Бампер, ты давай деньги плати. Плати давай! Платить? Да! Ну иди сюда, давай поговорим. Давай-давай-давай-давай-давай! Ты знаешь, сколько моя машина стоит? Да мне чехачку, когда она стоит и как-то ее заработала. Подождите, вы же сами виноваты. Вы видите, что она ехала? Куда вы мчитесь? Я не помню, че ты вообще вылезла. Че ты суешься не в свое дело? Не арея сказала. Ты плати за проезд давай, иди его на трамвай, метро. Это я плати. Ты посмотри, он видит, сам всех женщин ругает. Вам надо было самим на дорогу смотреть, а не на меня. Мы сейчас Гаи вызовем, посмотрим, кто кому должен. Ладно, Гаи, Гаи. Гаи, некогда мне, мне план надо делать. Чтоб я с бабами связался еще. Блондинка, понятно. Эй, стойте! Стойте, ну так… Да ладно, ладно, черт с ним, все нормально. Мама Хал! Да нормально, все. Мятина пустяковая, да и машина застрахована. Спасибо тебе. Мне надо ехать, так что пока. Ага, пока. Извините, а вы не подскажете, где здесь ближайшая станция метро? Туда, да? Спасибо. Вадик, Вадик, ты чего? Ты что так быстро? Ну, ну подожди, ну что, ты даже не поужинаешь с нами? Дела, Тамара Кирилловна, дела. Ой, ну дела, дела, дела. А ешь, наверное, сухомятку, да? А знаешь, какая Галочка кулинарка? Готовь, пальчики оближешь. Ну что ты, мама, Вадим, наверное, есть кому приготовить. Видимо, вокруг него столько женщин. Да вы знаете, я как-то все больше по ресторанам. Ага, по ресторанам. Ага, по ресторанам. А ты знаешь, Галочка все время дома сидит, ее даже в ресторан сводить нехуду. А может, вы сходите вместе как-нибудь, а? Ну, знаете, как-нибудь обязательно, да. Так а чего тянуть? Давай сегодня и сходите. Вы знаете, я сегодня не знаю, как вечер сложится. Да ничего не беда. А ты скажи, какой ресторан, и Галочка туда подъедет. Витя, Витя, сейчас… Так, не надо Витю. У тебя планы какие? Не надо Витю. Не надо Витю. Я как-нибудь сам. Да, ну хорошо. Значит, мы договорились сегодня, да? В восемь часов. Договорились. Э, полегче, мальчик. Ты думаешь, ты прозрачный? Что-то я скажу, что я подумала. Привет. О, привет. Слушай, ты что, тоже в этой богатильне учишься? Не собираюсь, я с Саратой и переложусь. Я вроде как тоже перевелась, только не Саратова. Слушай, а тебя как зовут? Меня Таня, а тебя как? И меня Таня. Часть бабушкой назвали. Вообще терпеть не могу это иметь. Да, мне наоборот нравится. Уже ли та самая Татьяна? Ну, наверное. Слушай, а как себя гораздило вообще сюда перевезти? А я компас проектов у нас там в городе выиграла, мне предложили здесь учиться. Круто. Слушай, а ты сейчас не домой случайно? Хочешь, я тебя подвезу? Не знаю. Тебе удобно? Нормально. А ты, случайно, не на Рублевке живешь? Раз сегодня день совпадений? А Рублевка — это где? Ну, ты даешь. Ты не знаешь, что ли здесь? Нет, ну я не на Рублевке, я Митина. Да нормально, как раз мне по пути. Поехали. Поехали. Ну, поехали. Ой, каким ты был, таким ты и остался. Подлым, коварным, неблагодарным. Ага, злым, мелочным, отвратительным. А вот этого я не говорила. Клеветать не надо. Но зато подумала. Да ни в одном глазу. Эй, Сусанин, куда ведешь ты? Я машину там поставила. Ну, я-то вообще к метро. Ну что, использовал девушку и сразу до свидания? Я-то думала, мы ко мне поедем, примерим костюмчик. Посмотрим, хорошо ли снимается, надевается. Солнце мое, мне сейчас не до жизненных радостей. Наташка, у меня сегодня такая встреча, такая встреча. Да, будешь, будешь охмырять другую дуру, да? Ну, как тебе не стыдно, а? С таким дорогим костюмом и в метро помнут. Спасибо тебе большое. А в переводе это значит «вечером перезвоню». Ты меня любишь? Я себя тоже люблю. Шутка. Все, пока. И не занимай линию. Я вечером позвоню. Ну, вот. Я тебе все про себя рассказала. Как видишь, ничего интересного. Да, ничего. Зато теперь будет интересно. Я тебя везде повожу, со всеми познакомлю. Ты забудешь эти свои, как их, тупилки, как страшный сон. Да. Слушай, у тебя такой дом классный. Такой просторный. Места много. Еще бы, а ты ехать не хотела. Таня. А? Тебя отец зовет. Начинается. Пойду получу свою порцию упреков подозрений и вернусь. Ты пока здесь осмотрись, не стесняйся. Посидите здесь. Я скажу Олегу Эдуардовичу. Спасибо. Поехали. Впечатлеет? А, да. Да, очень. Мне тоже сначала понравилось. А потом показалось, что как-то немножко помпезно. Да нет, ну что вы. Дом, дом на самом деле просто, просто изумительный. Да, и извините, я не представился. Меня зовут Сергей. А вы, наверное, Татьяна. Да. А как вы догадались? Я не догадался. Я просто очень много о вас слышал. Вы обо мне? Вы, наверное, просто перепутали. Даже если это и так, я очень рад тобой путаниц. Да это ужас какой-то. Там каждый день по четыре пары. Это ж с ума можно сойти. С ума можно сойти. За четыре года четыре вуза. Конечно. Но я тебе обещаю, это твой последний вуз. Это я тебе говорю. Пап, ну кто же знал, что там так все ужасно будет? Пальцем не пошевелю больше. Все. Или здесь доучиваешься, или гуляешь абсолютно свободно дура-дурой. Тебе косметичка звонит. Алло. Пап, это очень важный разговор. Давай потом договорим. Да, я слушаю. Да косметичка важнее, понятно, чем высшее образование. Ничего удивительного. У папаши целый день дела, мама по заграницам лечится. Ребенок растет, как трава в поле. Тут, знаешь ли, никакие деньжищи не помогут. Да это точно. Выпить охота. Да. Да, еще чего не хватало среди бела дня. Давай. А че, мама? Ну. Все, все, все. Там тебя какой-то человек ждет. Сергей какой-то. А, Никифоров. Мне звонили, что он должен подойти. Ты его разглядела? Как он? Что мне его разглядывать? Он не картина. И? Ну давай. Красавчик. Видно, что купил костюмчик только что. Ну что? Ну давай… Да? Звать? Конечно. Я вам говорю, что вы ошибаетесь. Я действительно не знаменитость, не актриса, не фотомодель. Я обыкновенная студентка. Вот это я о вас и слышал, что вы обожаете розыгрыши. А еще я слышал, что вы просто красавица, но действительность, она превзошла все ожидания. Я вам говорю, вы ошибаетесь. Ну что ж, раз вам так хочется. А что вы делаете завтра? Давайте пообедаем вместе. Завтра? Я не могу, я учусь. Неужели с утра до вечера? Олег Эдуардович вас ждет. А, да, конечно. Мы с вами еще обязательно поговорим. Прекрасная незнакомка. Ну, короче, потом она меня приглашает к себе в гости. Да ты что? Прямо так сразу домой? Да. А вообще, может и правильно. Ну не зря же вас судьба-то свела. Мама, ты не представляешь, какой у нее дом. Это… это мама не дом. Это какой-то дворец. У нее даже домработница есть, представляешь? А кто у нее родители? Да не знаю, я как-то и не спрашивала. Мам, самое-то интересное. Потом… потом к ней в дом приходит молодой человек. А Таню вызывает на разговор ее отец в другую комнату. У них там новая комната. Вот. И он меня спрашивает, как тебя зовут? Я говорю, Татьяна. И он подумал, что я это, а она, представляешь? Да что за человек? Ну, такой симпатичный. Симпатичный. Ну, к кому пришел? Да к ее отцу пришел. Так, а ты ему сказала, что он ошибся? Ну, конечно сказала, мам. Мало того, он мне не поверил, представляешь? И начал приглашать меня с ним помедовать. Вот так вот сразу увидела, сразу же домой. Да не домой. Ничего себе, Москва-то? Да не домой, мамочка. Ну, в ресторан, в кафе. Ну, естественно, я отказалась. Мам, ну, ты от меня не переживай. Ну, я его, скорее всего, даже больше никогда не увижу в своей жизни. Ну, вообще… Ой, симпатичный. Симпатичный. Федось, ты не влюбилась, честно? Ну, так что? В министерстве он мне работы не нашел. Что и требовалось доказать. Да, не оказалось. Костюмчик продаем? Ну, что ты. Зато он мне нашел работу. Пообещал найти работу у своего приятеля в строительной ферме. Обещал или уже пристроил? Секунду. Ну, я думаю, что уже устроил. Да, я думаю, что уже устроил. И самое главное, брат, я там встретил потрясающую девушку. Боже, и, конечно, таких ты раньше не встречал. Прости, что ты сказал? Конечно, таких ты раньше не встречал, да? Брат, ты становишься циником. Угу. О, ну все. Стоп. У меня свидание. Хуже. Вот это скорость. Нет, это не та, это другая. Все, давай ужинай без меня. Я буду поздно вечером или рано утром. Привет, привет. Привет. Ты выглядишь просто шикарно. А я? Так вы, вы подружки? Были, пока тебя не встретили. Ну, ну ладно, вы меня поражаете, девушки. Ну, разве стоит такой старый негодяй, как я, вашей нежной девичьей дружба? Негодяи есть. Ну что, дамы и господа, прошу секунду внимания. Перед вами негодяй, мерзавец, полный подонок, а? Ну что, теперь все довольны? Да. Не спорю, заслужил. Девушки. Девушки. Алло. Да, киска, это я. Чем занимаешься? Ах, какая несправедливость, ты знаешь, я тоже один. Ну что, будем встречаться? Все-таки как-то по-свински получилось. Ну, надо было их дождаться. Еще чего. Большой семье, как говорится, кто первый встал, того и тапки. Я жрать хочу. Что я буду ждать, пока эти гости из столицы нагуляются? О, пришли. Мам, сидите. У нас, кстати, в армии был подобный чувак. У кого-нибудь пожрать появится, он сразу тут как тут, тут как тут. Вот, и одному раз посылку прийти. О, вы уже ужинаете, а мы вот вина купили. Надо же как-то отметить. А, у нас сегодня праздник какой-то. Елки-палки, а я не заметил. Ну, давайте, садитесь. Кать, ты поела? Спасибо, я пошла делать уроки. Вера, бабушка Вера сядет сюда. Я тоже пойду. Спасибо. Да, Танюша, а ты найди место. Ага. Мы с непривычки как-то не рассчитали. Просто к нашему полку прибыло, а мы, как обычно, на одну семью. А, у нас же в холодильнике сыр, колбаску. Я сейчас подрежу. Сиди, с какой-то радостью сыр, колбаска. А на завтрак что? Вообще гости дорогие, может быть, вам самим питаться? Ну, чтоб не было потом ни претензий, ни... Хорошо, хорошо, конечно. Мамочка, пойдем, мы с тобой там кафешку по дороге видели. Пойдем там поужинаем. Ты что, всерьез, что ли, его принимаешь? Аня, мы сейчас что-нибудь придумаем. А вы пейте винцо за наше здоровье. Пошли, мам. Кто ж дал бог родственничков? Димочки, витаминчики, Аллочки, морковочку, да? И дня здесь больше не останемся. Таня, ну что ты такое говоришь? Ой, подожди. Мам, что такое? Мам, что такое? Мам, где таблетки? Да не надо, Танюша, таблетки. Сейчас, просто кольнулась, сейчас пройдет. Мама... Таня, ты на них зла не держи. Мам, ну как так можно? Я не понимаю, мам. Они к нам каждый год приезжали, на целое лето, всей толпой. Ты для них как проклятая с утра до ночи бегала, мам. И парного молочка, пожалуйста, и морковочки свеженькой с грядочки, пожалуйста. Таняка, ну у нас же все свое. А тут за каждой картошкой в магазин, а цены сама видела какие. А ты у меня святая, ну честное слово, мамка, ну я разве про это говорю, а? Так и я про другое. И я про жизнь. Тогда ж время другое было. Мне ж в радость было, что дети каждое лето на травке, да на солнышке. Вон эти детки, чем тебе отплатили. Монстры какие-то. Таня, ну что ты такое говоришь? Какие-никакие, родня. А куда мы без них-то? Без денег, без жилья. Мам, все нормально будет. Ты меня слышишь? Я тебе обещаю. Все будет хорошо. Не переживай. Ой. Мам, точно отпустила? Да точно, точно. Ну что мне тебя обманывать? Пойдем. А то целый день у меня в бегах. Пошли, а то я тоже проголодалась, есть хочу ужасно. Уба, какая приятная неожиданность. Здравствуйте, дама. А вы что, опять уходите? Ну да, мы вот с мамой хотим пойти в кафе поужинать. Серьезно? Меня возьмете с собой? С утра ничего не ел. А что ж так? А все работа, работа. Даже поесть не успели? Ну вот сегодня как-то не получилось. Ну так что, мы ужинаем вместе. Я как раз за Галей зашел. Ну ладно, хорошо. Так, а после ужина вы что делаете? В смысле? Пока что нечего. Я предлагаю покататься на машине по вечерней Москве. Я вам такие места покажу, ни один гид их не знает. Откуда вы тогда их знаете? Ну я-то родился в Москве, я знаю здесь все вдоль и поперек. Угу, повезло вам. Ну перестаньте. И вы через полгода будете ориентироваться не хуже, чем москвичка. Да мне бы, знаете ли, с работой сориентироваться. Я здесь никого не знаю. А с работой очень трудно. Вы знаете, вам страшно повезло, что вы меня встретили. Я могу вам помочь с работой. Ма! 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 А если он вообще не придет? Насколько он там опаздывает? Ни на сколько еще! Галочка! Да не волнуйся ты! Ну как же можно? К такой красавице да не прийти! Ори! Эй, можно там потише? Я из-за вашего кудахнения комментатора не слышу. Целый стадион перекрикивает. Да сам не ори! Купи телевизор в свою комнату, там и смотри! Я звонила, да? Ух! А что? Я слышу! Я слышу. Голдин. Купи телевизор. Мы опять выжим... Был, чтобы помочь. Вот смотрите! Очень напряженной... Ух, благорьки... Так. Ой-ё-е-роже... Какая... Возвращение... Кто? Ну, а я-то ему говорю, что этот баран ходить уже не будет. О, Галя! А мы вот обсуждаем, куда ужинать вечером пойдем. Большой компания веселее, правда? Ты! Что ты делаешь с моим женихом, а? Ты че, галканочка? Приехала из своей деревни и сразу кинула мужика искать? Галя, ты че несешь? Ага. Правда, глаза колют. Я видела, как ты сегодня вылезла из иномарки и ручкой махала. Ой, Галочка! Да это ж ее подруга была. Да вы ее не выгораживайте! Я вижу, какие подружки ее интересуют. Галочка, подожди. Ну, он обещал ей просто с работой помочь. Галочка, ну не шуми ты, ну перестань. Ну стыдно же делать. А чужих мужиков проводить не стыдно? Ту, Ту, ты что говоришь-то? Мама, мама, да что ты перед ними оправдываешься? Ты че, не видишь? Они психованные обе. С ними разговаривают, да как об стенках. А ты не разговаривай. Я тебя и слушать не буду. Витя, Витька, иди сюда. Таня, мама. А ты? Угорь, стыдно мёртихвостку. Она у твоей родной сестры мужика отбивает. Витя, выноси их вещи. Тома. Все, пригрели. Наконец-то появился приличный жених для Галочки. Ведь приехали и все, все испортили. Да мы этого жениха от вас же спасали. С такой тещей бы он давно ноги просил. Таня, перестань, ну что ты такое говоришь? А ты чего смотришь, а? Упустила свой последний шанс? Таня, ты как делаешь? Тихо, ты должен быть. Мамочка, ну перестань. Мама, ну перестань. Таня, ну не уйдешься ты перед ними, мама. Таня. Мам. Что ты им сейчас наговорила всякой ерунды? Это же сестра моя, твоя тетка. Да правду я им сказала. Мама. Витя, мы перестанем. Витя, Таня, Тома. Да с такой, с такими родственниками врагов не надо иметь. Ну и куда бы теперь нам чеклять? Да не знаю куда. Лереби отсюда подальше. Добрый вечер. Так, скажите нам, значит нам нужен двухместный номер. На сутки. Нет, лучше, знаете, лучше даже на двое. И скажите, сколько это будет стоить? Ну, вообще-то у нас почасовая оплата. Но в сутки получается недорого. Тысяча сто. Что? Дочка, ты что? Цены-то какие. Давай другую гостиницу поищем. Боюсь, что дешевле вы не найдете. Мам, ну куда мы на ночь глядя пойдем? Мам. Ладно, давайте. Так, вот наши паспорта. Оформляйте. Платить будете кредитной картой? Наличными. Да не нужны мне твои лекарства. Это ты во всем виновата. Здрасте, приехали. И в чем моя вина? Да хотя бы в том, что не надо было здесь устраивать постоялый двор. Для этих нахлебников. Ты постыдился бы родной мать попрекать. Она моя сестра. А я тебе родная дочь. Самый близкий человек. Ты меня спросила, хочу я, чтобы они здесь жили. Да ладно, хватит. Успокойся уже. И ты туда же. А ты видел, как она в Вадика моего вцепилась, а? Ни стыда, ни совести. Без году неделя в Москве чужого жениха уже отбивает. Ну, ты ведь отомстишь? Отомщу. Хочешь, помогла сестренка? Хватит! Противно вас слушать! Все готово. С вас 2200 рублей. Мам, давай деньги, мам. Шампанские фрукты, сейчас все будет 37, дай, дорогой. Мам, ну, давай деньги, мам. Подожди, дочек. Слушай, ну, странно. Я уверена была, что их в сумку положила. Таня, давай в чемодане посмотрим. Подождите одну секундочку, ладно? Танюш, ну не могла я в чемодан положить. Ну, давай сюда. Ну, ты же сумку из рук не выпускала. Не выправила? А я в чемодан. Значит, они должны быть где-то здесь. Танюш, мы их у Тамары, наверное, забыли. Мам, мы их не забыли. У нас их украли. Совести у вас совсем уже не осталось. Да ты-то что, разошлась тут, а? А то, что вы свою родню из дома на ночь глядя выставили. Ах, нашлась родня. Родственнички, называется. Близкие такие, недалекие. Как в сказке про лесу. На приступочку попросилась и влезла на печку. Галя, уймись, я не права. Вам не стыдно? А что это нам должно быть стыдно, мам? Из-за того, что они нас в детстве морковкой кормили, мы должны им квартиру подарить, что ли? Жениха богатого в придачу. Ух вы, вы хоть подумали, где они ночевать-то будут? Ой, да все равно где, хоть на вокзале. Да хоть на трех вокзалах. Не пойму вообще, в чем дело. Деньги у них есть. Пусть пойдут и снимут номер в гостинице. Конечно. Только я не верю, что мы от них избавились. А, ладно. Мы их дверь, а они в окно. О. Ну, я говорила. Хотя, на одиннадцатый этаж в окно, не знаю. Явились, не запылились. Что-то вы рано вернулись, принципиальные вы наши. Где деньги? Ой, Таня, что вы? Какие деньги? Деньги, которые лежали вот в этом чемодане. Двадцать пять тысяч рублей. Последние деньги, которые у нас с мамой были. Обокрали. Да, причем обокрал кто-то из вас. Что? Ты думаешь, что ты говоришь? Да это вообще ни в какие ворота не лезет. Танечка, не надо. Они не могли, Таня. Деньги лежали в этом чемодане. С чемоданом мы глаз не спускали. Хотели заплатить за гостиничный номер, а денег нет. Да сами куда-нибудь дели, а на нас стрелки перевозят. Никуда мы деньги не девали. Мы чемодан из рук не выпускали. Подождите, давайте разберемся. У нас же никто не мог. Вера, а ты шума сошла, Волковичка? Да как же мы родные сестры? Ты моих детей ворами. Да что ты, хорошо. Мам, 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 что случилось? Мама, мама, мама. Мам. Вот сейчас выпьешь. Лекарства и заснешь. Танечка, а что доктор сказал? Я умру, да? Мам, слушай, не говори глупости. Я тебя очень прошу. Сказал, что нужно просто принимать свои лекарства. Каждый день, не пропуская ни в коем случае. А я забыла. Со всей этой суматохой. Вот вот. А там всего четыре штучки-то осталось. Ничего. Они не успеют закончиться, я тебе уже новую куплю, хорошо? А что мы их теперь купим-то? Ой, Танечка. Найдем. Я работать пойду, мам. Пойду работать. Заработаю кучу денег. Куплю тебе все необходимые лекарства. Квартиру с тобой с ним. И шубу тебе куплю. Шубу. Шубу, фантазерка. Где ты такую работу-то найдешь? Только в сказках бывает. Найду. Скажи, разве Москва это не сказка? А? Таня, я тебе, знаешь, что хочу сказать? Я не знаю, сколько мне осталось. Мама, мама, все, я даже не хочу слышать. Погоди. Таня. Я хочу, чтобы ты институт закончила. В Москве ведь все по-другому. Ну, закрутит жизнь, институт бросишь. Знаешь, давай посмотрим, что не брошу. Давай посмотрим. Кто проиграет, тот не свяжет. Десять свитеров, двенадцать кофточек. И тридцать шарфиков, да, Господи? Да сколько лет-то мне вязать? Теть Вера, как вы? Анют, спасибо, получше. Вы, если чего нужно, вы скажите, если нужны таблетки какие-ли к врачу. Анечка, спасибо, все хорошо, спасибо. Вы, простите нас, теть Вер, так стыдно, что с вами. Ань, ну, ну, разве я не понимаю, но мы вам как снег на голову свалились. Ну, ну, поругались. А чего не бывает между своими? Ну, Ань. Спасибо вам, тетя Эрдера. Учтите, если Вера умрет, это будет на вашей совести. Господи, мы-то в чем виноваты? Да она сама эти деньги куда-нибудь сунула или потеряла. Вот как ты, подальше положишь, поближе возьми. Слиться! Ну, что? Говорит, что получше, но такая бледная, Татьяна ей лекарство дала, чтобы поспала. Все, пора и нам спать. Весь день сумасшедший, прям отбой в палате буйных. Все! Успеете выспаться? Значит так, я не знаю, кто взял деньги, но лучше будет их вернуть. Мам, ну ты чего в серьезном поверила? Ничего себе загогулина, ну ты собственным детям не веришь. К завтрашнему утру деньги должны лежать вот здесь, на этом столе. Я дом весь переверну, но я их найду. И тот, кто их украл, очень сильно об этом пожалеет. Воров в своем доме я не потерпел. Это о чем мы так глубоко молчим? Сереж, что с тобой? Такой веселый был, тебя как будто подменили. Прости. Что-то не складывалось, подумал Штельлиц. Что делала Кэт в этой ужасной задрипанной гостинице? Это мы о ком, о чем, Штандартенфюрер. Знаешь классику, молодец. Ну что, давай прощаться? Это от слова прощай? Ну зачем же так мрачно? Будем до свиданькаться. Скоро увидимся. Как сегодня? Ну прости, малыш, прости. Ну так получилось. Зато я всегда возвращаю долги, и в следующий раз мы с тобой обязательно наверстаем упущенное с лихвой. Итак, проверка. Парашют. Парашют на месте. Запасной парашют на месте. Прощание с родными и близкими. Итак, первый готов. Пошел. Готовьте старт. Я сокол. М-м-м-м-м. М-м-да. Я тогда кто? КОНЕЦ Далеко собрался? Я это, Пашке диск занести обещал. Пол второго ночи. До утра не терпит? Обещал занести сегодня. Так ведь уже завтра. Почему босой? Так боялась кого-нибудь разбудить. Какой заботливый. Ну, да. А что за диск? Покажи. Слушай, забыл там о столе в комнате сейчас. Стой. Отдай деньги. Какие деньги? О чём ты? Отдай по-хорошему. А то я расскажу, что ты их украл. Я? Да их глаза не видел никогда. Не паясничай. Ты видела у меня эти деньги? Давай обащи меня. Значит так, положишь их на тумбочку. А иначе. А иначе. Ну, как вы, тётя Вера? Получше? Да получше, слава богу. А Татьяна скоро придёт? Ой, не знаю. Она хотела куда-то насчёт работы поехать. Хорошая у вас дочка, тётя Вера. Хорошая. Я вот только разболелась, ничем помочь я не могу. Ну, только забот прибавляю. Тётя Вера, вы только не волнуйтесь, ваши деньги нашлись. Господи, да как же это? Вот. А кто их взял-то? Неважно. Кто взял, тот уже знает, что чужое брать нельзя. Вы только Татьяне не говорите, пожалуйста, что я их принесла. А что я ей скажу-то? Мы пять раз все вещи перегряхнули, ничего не было. А давайте скажем, что мы их вместе нашли. В сумке из-под варенья. Вы же её у нас оставили? Да. Ну, чтобы она не подумала ни на кого. Пожалуйста, тётя Вера. Нет, не поверит Татьяна. Татьяна умная. Она поймёт, что надо дать возможность человеку исправиться. Это ты правильно сказала. Тётя Вера, ну вы с Татьяной уж не держите на нас лох. Хорошо? Хорошо. Доброй этой душе спасите. Ну что, тормоз? Я за это время уже десять тысяч магазинов нашёл. Ну, я нашёл десять, но тебе-то, наверное, нужен лучший. Смотри, какие цены. Ну, что ты хотел? Это же рублёвка. Скорее, тысяча рублёвка. Так, этот сколько стоит? Этот? Да ты чё, я могу за такие деньги полгода в нейте висеть. Давай вот, вот эти вот. Эти цветы без слов скажут вашей возлюбленной о глубине ваших чувств. Вот давай с этими словами подешевле. Здесь торг неуместен, юноша. Так, пусть вложат карточку от тех, чтоб был такой. А здравствуйте, прекрасная незнакомка. Я сейчас уши оторву. Текст такой. Аромат этих цветов напоминает мне о нашей встрече. И подпись Сергея. Понял? Просто Сергей, да? Там не Есенин, не Сергей Михалков. Просто это. Скромнее надо быть, юноша, скромнее. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Так. Бей номер моей кредитки и адрес куда доставить. Понял? Слушаюсь, сэр. Так-то лучше, боец. Ну, раньше, что-то цветочки без моей помощи дали. Да. Ты еще вспомни то время, когда их на клумбе воровал, а ты нашухиваешься. То есть, меня повысили, да? Можно мне немножко погордиться? Ну, ты секретарь. Птица-секретарь. Ты теперь, мое доверенное лицо, должен понимать, что Татьяна, это особый случай. А чего у нее такого особенного-то, а? Как ты не понимаешь? Ну, кроме отца, разумеется. Ну, это особый цветок, это цветик-семицветик, понимаешь? Если за ней хорошо ухаживать, то она может исполнить любое желание. А куча вышла, значит, садовник. Да я могу быть хоть садовником, хоть на гуслях играть. Мне надо тебя на ноги поставить, чтобы тебе не пришлось повторять мои ошибки и воровать цветы из клумбы. Понял? Вот так. Ладно, давай, работай, я пошел. Сергей и Синюнь. Таня, Разбежкина, стой! Куда ты так рванула? Я, конечно, понимаю, что там скука смертной. Сама хочу убежать, но ты же для всех ребят премьер. Танюш, я не могу, у меня времени совершенно нет, у меня дел по горло. Конечно, а жить когда? Давай сегодня в клуб хотя бы сходим, а тянемся на всю ночь, а? Танюшенька, ну не могу, я у меня сегодня собеседование, мне на работу надо устраиваться. Работу? Давай папу попрошу, он тебя устроит. Папу? Слушай, ну не знаю, ну, понимаешь, неудобно как-то. У меня совершенно нет опыта работать, Тань. Да это не проблема, поехали, сама с ним поговоришь. Что, прям сейчас? А, чего время тянуть? Он как раз сегодня дома работает. Нет, Тань, ну не могу, ну честное слово, ну неудобно. Тем более твой папа меня совершенно не знает. Да не знает, узнает, оставь свой провинциальный комплекс. Нет, Тань, ну... Да поехали. Ну неудобно, честное слово. Ну, поехали. Витёк, 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 иди сюда, посмотри, какой шик. Глянь, конфетка шоколадная с ликёром. Ты о ком? Ну, вон, вон, брюнетка в Лиловом. Это не Лиловый, это Бордо. Бордо. Вот это я понимаю, Бордо. Слушай, живут же люди, а? А что ты хотел? Это бизнес. Тот тряпками торгует, всегда в наваре. Подожди. Послушай, может быть и нам тоже, а? Чё? Точно. Откроем магазин женского белья, а? Здравствуйте. Я к Вадиму Леонидовичу по поводу работы. Мне назначено на час тридцать. Минуточку, ваша фамилия. Никифоров. Да, Никифоров, тридцать тридцать. Подождите минут пять, Вадим Леонидович скоро освободится. Присаживайтесь. Хотите кофе? Нет, нет. Спасибо. Простите, я могу воспользоваться вашим телефоном? Можете. Слушай, вот ты заладила. Нет опыта работы. У тебя вообще голова на плечах есть? Ты думаешь, ты случайно выиграла этот конкурс? У тебя, кстати, вот этот проект твой с собой? Конечно, с собой. Я, как говорится, всё своё ношу с собой. Подумала, маме, может, на собеседование понадобится. Я тебе, конечно, ничего обещать не буду. Понимаешь, к папе лучше вообще не подходить, когда он не в духе. Папа нанял хлориста? Красивый, да? Да, красивый букет. Послание. Аромат этих цветов напоминает мне о наших встречах. Сергей. Что за Сергей? Сергей. Я, кажется, знаю, от кого этот букет. Подожди. Алло. Здравствуйте. Можно попросить телефону Татьяну? Это я, с кем я говорю? Это Сергей. Вы меня не узнали? Нет. Любителю розы розыгрышей? Я думал, что розыгрыши – это ваше хобби. Не хотите разыграть меня ещё раз? Даже так. Послушайте, Сергей, ваша шутка затянулась. Бред какой-то вообще. Да, я тебе говорю. Тот молодой человек, который приходил к твоему отцу домой, его зовут Сергей. И он подумал, что я – это ты. А, так это тот Сергей. Да. Интересно, в таком случае, кому он прислал цветы – тебе или мне, или нам обеим, а? Ладно, ты сиди, я сейчас к папе схожу. Присаживайтесь, Сергей. Александрович, ну, можно без отчества. Олег Эдуардович мне звонил. Вы давно с ним знакомы? Ну, я друг его дочери. Так сказать, друг детства. Ну, это понятно. Так, красный диплом строительного университета. Когда я учился, это был просто институт. А почему-то вы в аспирантуру не пошли? Ну, нужно было зарабатывать, набираться опыта. Да, это хорошо. Я как раз ищу толкового человека на должность начальника отдела строительства. Вас это устраивает? Угу. Конечно. Вот и отлично. Нам остаётся обсудить размер вашей заработной платы. Если она вам подходит, то можете приступать. Когда? Сейчас. Я поеду на объект, а вы пока ознакомьтесь с материалами. Сверим часы? Мои правильные. И ещё. Поймите меня правильно. Если мы с вами не сработаемся, то при всём уважении коллегу Эдуардовичу, я не могу вам ничего гарантировать. Да, я понимаю это, Вадим Леонидович. Вот и отлично. Жанна покажет вам ваше новое рабочее место, вашу клеточку. Клеточку, так сказать, на этой шахматной доске, откуда вы начнёте своё продвижение, чтобы стать ферзём. А вы знаете, я тоже люблю играть в шахматы. Может, сыграем как-нибудь? Да. Как-нибудь. Непременно. Всего хорошего. Жанна, а Вадим Леонидович ещё не вернулся? Нет, но обещал позвонить. Хорошо. Вы скажите ему, пожалуйста, что я уже готов к разговору. Хорошо. Спасибо. Слава Богу, успела. Здрасте. А, я к Вадиму Леонидовичу. Минутку. Да, Вадим Леонидович. Жанна, я тут пробки ставил. Слушай, ты там этому новенькому, Никифорову, скажи, чтоб никуда не уходил, дело срочное. Заказчик, знаешь, землю роет, а мы даже котлование начали. Хорошо, но, насколько я поняла, у него уже всё готово. Шустрый малый. Ну, посмотрим, на что он угодит. Я приеду, мы с ним побыстренько мы всё обсудим, а ты пока закажешь, как нам с тобой кушать. В каком ресторане? В любом, только пусть доставят в офис. Зачем нам ресторан, там полно народа. Мы так с тобой вдвоём посидим в очень узком кругу. Что заказать? Что-нибудь на свой вкус. Выбери. Кстати, ко мне кто-нибудь приходил? Нет, никого не было. Ну, хорошо, я буду через час, не раньше. Простите, я хотела уточнить, а когда я могу пройти к Вадиму Леонидовичу? Пройти к Вадиму Леонидовичу? А на какое время вам назначено? А он не сказал точно, но это по личному вопросу. по личным вопросам Вадим Леонидовича не принимает. Нет, вы понимаете, он просто пообещал... Девушка, его нет и сегодня не будет. Извините. Жанночка, а можно мне тогда кофе? Конечно. Кофе у нас вон там, на полке. Вадим Леонидовичу звонил, сказал, что задерживается, просил вас обязательно его дождаться. Так точно, мы генералы. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Девушка, ну что, ножки устали? Девушка, ну что, ножки устали? Мам, ну и город, конечно. Пока ты одного конца до другого дойдешь, все сапоги себе стопчешь. Ужас какой, это главное все строится, строится. Скоро Москва до Саратова дорастет. А лучше б наоборот, да, Саратов до Москвы. Ну уж. Ой. Ты у Горина была? Была. Ну? Только не вовремя. Знаешь, мам, у него там в приемной такая, такая мылая сидела. Она со мной, знаешь, на меня так смотрела, как будто я или воровка, или дворовая девка какая-то. Танюша, оттуда сколько времени добираться? Какая разница, сколько времени? Это час, наверное. Ну, мускайчей говорят, что можно и три ехать. Ой, мне Тома рассказывала, какие пробки там. Слушай, пробки. Главное, что офис рядом с метро. Сейчас он ушел от остановки. Все ноги болят на роту, знаешь, сколько было. Танюш, ты осторожна, одна по темным улицам. Слушай, давай газовый баллончик купим, а? А еще лучше электрошокер. Я бы рекламе видела, Таня. Ага. Знаешь, разве только что от этой гореской секретарши отвоевываться, мне кажется, даже это не поможет. Танюш, я сразу схотела сказать. Таня, ну вот, в общем, деньги нашлись. А, мам, как это нашлись? Нашлись. Ну, мы всю сумку перерыли, денег не было. Ну, а в сумку, где банки с вареньем, не заглянули. А я смотрю, ой, вот они лежат. Таня, так перед Томой неудобно. в сумке. Платочек-то не наш. Ладно. в конце концов, главное, что нашлись. Квартиру снимем, пока я работы не нашла, да? Ой, Танечка, слушай, нужно только узнать, в каком районе квартира дешевле. Мам, в каком дешевле? Сейчас везде цены такие бешеные, понимаешь? Ой. Ну, ладно, главное не умывать. Москва слезам не верит. Да и чему она верит? Твоя Москва. Мам, Москва не верит, понимаешь? Она не верит, она, она оценивает. Я теперь понимаю выражение покорять Москву, да ее, да ее не покорять, понимаешь? Ее, ее завоевывать, просто-напросто завоевывать надо. Боже мой, вояка ты моя, иди ты спать, ложись. Ладно, ты ложись, а я еще позанимаюсь, у меня семинар завтра. Себя прогасишь? Себя прогасишься, молодцы, добились своего. Нас вышвырнули, и не заплатят ни копейки. Да, да ладно, этот управляющий на нас сразу окрысился. ты зачем все время телефоны у моделей стрелял? Ты не имеешь права подходить ни к ним, ни к гостям. А ты сколько шампанского вылакал? Ой, ну попили немножко, что нельзя, что? в самом деле, Ань, че ты? Ага. Шампанское, кстати, у них дрянь. Ань, ты не переживай, серьезно, мы с Димкой сейчас новое дело замутить придумали. Вот для этого, кстати, нам девчонки и нужны. Публичный дом открываете? Вот дура, Я как человеку тебе хотел рассказать, теперь не расскажу точно. Вечно все опошлешь. Дима, уходим. Да. Давай, снимай. Оставим эти, манатки. Алло. Тань, привет. Не разбудила? Нет, я готовлюсь к семинару. А что так тихо говоришь? Горло болит? Да нет, внимание, родственников не хочу привлекать. Извини, мне не удалось договориться с папой. Уперся в неоконченное высшее отсутствие опыта. А я ему говорю, что опыта без работы не бывает. а он ни в какую. Ладно. Ладно, что-нибудь другое поищу. У меня скоро день рождения. Папа всегда кучу нужных людей приглашает. Я тебя познакомлю. А где праздновать будешь? папа предлагает устроить все дома. Но загрохать такой праздник, чтобы обзавидовала вся Рублевка. А мне, если честно, по барабану. слушай, а что если тебе устроить, допустим, вечеринку в русском стиле? Это как, бабкину что ли позвать? ха-ха-ха. Какая-то идея. А я не хочу многому народу приглашать. человек 30-40. Только надо еще официантов найти. Официанты есть. Смотри, у моего брата, двоюродного, семья, их трое. И я четвертая. А об этом не может быть и речи. Ты гость. Причем самый почетный. Ну ты что, ты не знаешь моих родственников. Если я не буду работать, а они будут работать, это все развод и тапочки попозже. Короче говоря, давай на месте определимся, ладно? Ты согласна? спасибо за идею. Все, все, давай, я с тобой начал. Ну что, опять 25? Ну тогда уже не знаю, чего тебе надо в насторче? Пап, ну, ты себе даже представить не можешь, как мне все это надоело. Ну как, как знаешь что? Да ну, откуда? Ну как, как Дед Мороз в детстве. Ну пап, ну, в общем, давай я сама все устрою. Могу представить. Фигушки, не можешь, это будет вечеринка в русском стиле. Ну понятно, бабкина, икра горой, реки водки, а на десерт дерутся все. Фигушки, бабенька, у вас дурной вкус. Нет, это будет настоящая русская кухня. Там будут эти, как их, плены, растягай там. Ну, ну, в общем, ты понял, да? Ох ты, господи, а спрятаться-то успеешь? Ну, в общем, договорились, да? А кто все это устроит? Русский двор, Березовая роща? Давай-то останется для тебя сюрпризом, но в общем, не беспокойся, все будет как в лучших домах Хурюпинска. Ну, папусечка, ну, это же мой день рождения, ну, ты можешь мне сделать такой подарок и ни во что не влазить. А за базар отвечаешь? Ну, как ты думаешь, это же мой день рождения? Ну, разве могу я свой день рождения испортить? Ну, папусечка, ну, пожалуйста. Да делай, что хочешь. Спасибо тебе, родной, а можно это будет моим девизом по жизни? М-м-м-м. Ну ладно, еще папусечка. Давай, спасибо, пока. Давай, пока. Предложение хорошее, только вот, если сюда, попытаться втиснуть спортплощадку. Вполне реально, если вот эту вот парковку мы переносим вот сюда. Все получается вот? Да. Я приветствую вас, Олег Эдуардович. Да, все хорошо. Угу. Работаю. Какого числа? 28-го? А, а во сколько? Баринов. Буду. Обязательно буду. Угу. Баринов. Пригласил на день рождения своей дочери. А, точно, у Таньки же скоро день рождения. Да. Ой, не люблю я эти мероприятия. Виновника торжества не знаешь, да и гостей тоже. Ну, так, поехали вместе. Я вас со всеми и познаком. Договорились. Значит так, завтра надо звонить по объявлениям, где требуется обслуга. Катя, тебе тоже надо поработать. Нам не заплатили. Денег нет. Вот так вот и крадут у ребенка детство. Ну, ладно. Че, опять с подносами, что ли, ходить? Надоело. У нас с Димой другой вариант. Да, Димон? Ага. На Луну слетать, золото добыть. Ой, кто это заговорил-то? Наша главная фантастка в доме. Ты когда к Горину этому своему перейдешь? Он же заждал все. Когда надо, скотина. Владичка, мой любимый любимый Твоимушка. Хватит я перестаньте. Ну, что вы собачитесь? Одна семья, в конце концов. Должны любить друг друга, уважать. Кать, очень надо. Позови, пожалуйста, тетю Таню и бабу Веру. Спасибо. А вы все посидите здесь? Тихо. Помолчите. Я буду говорить, постарайтесь не испортить. Ты особенно не порть. Сиди. тетя Танюш, я хочу попросить у вас прощения. За нас всех хочу попросить. Очень плохо с вами поступили. Очень. Если можно, простите нас, пожалуйста. вообще живите у нас сколько хотите. Пусть свинья пьяные, а? А он сейчас на них квартиру перепишет. Я тебе говорю. Я тебе говорю. Дед, я должна у вас прощения просить. Нет. Простите, что стеснили вас. Тетя Вера, перестань. Очень хорошо, что вы приехали. Просто здорово, девчонки. я вообще Таню хочу взять в дело. Дадим? Возьмем Таню в дело, она подходит. Анну не берем. Тетя Вера, я придумал дельце хорошее. Таньку берем в долю, потому что родственница. Родная кровь должна помогать. Слушай, а может, может, давай прямо сейчас начнем, а? То есть, как сейчас? Ну так, у меня к тебе тоже очень важное дело есть. А? О, привет. О, привет. Как дела? Куда это ты? Да я пиццу... собрался на ночь, глядя. Пиццу заказал, сейчас должны принести, а домофон не работает. Ты откуда? Ясно. А я с работы. Перед тобой новый начальник отдела. Держи. Чё, так сразу, да? Значит, костюмчик помог? Не зря я его чистил. Ты что это, выскочил такой весь раскрытый? Одевайся. Костюмчик, и не только костюмчик. Повезло мне сегодня. Просто потрясающе. Мы сидим с Гориным, но это мой новый начальник отдела. Вот, сидим, обсуждаем проект. Вот, и звонит Баринов, отец той Татьяны, про которую я тебе рассказывал, и приглашает Горина на день рождения своей дочери. А ты здесь при чём? А я с самого начала разговора сказал Горину, что мы с Татьяной Олеговной друзья детства, понял? Теперь шеф идёт. На день рождения я иду с ним, и все думают, что я приглашён. А если тебя расколят? Да ладно, не расколят, а расколят. Скажу, что розыгрыш. Татьяна Олеговна тоже очень любит розыгрыши. Вадик, всё остыло? Не, я не хочу. Держи. Устал ты, замотался совсем. Слушай, он же может мне заказать тур в Швейцарию, как в прошлом году. Да, что? Нет, нет, я не могу, у меня работа. Алло. Попросите, Вадима Леонидовича. А кто его спрашивает? Это Галина. Простите, какая Галина? Ему невеста. А с кем я говорю? Это его личный помощник. Завони твоя сумасшедшая. Личный помощник. Слушай, ты помощница. Дай трубку Вадиму, а? Вадим Леонидич уже ушел. Так, ты, курица, дай-ка трубку Вадиму. Я умер. Я умер. Я умер. Я умер. В ближайшее время его не будет. Он уехал. Ничего себе уехал. Ну, послушай ты. Дай трубку Вадику. Вадику, уволь ее. Слышишь меня? Вадик, уволь ее. Ну, слушайте, девушка, успокойтесь. Я же сказала, что его нет. Вадик, Вадик, ты слышишь меня? Вадик, это Галя. Вадюшенька, уволь ее немедленно. Она ужасная. Ужасная. Так нельзя. Вадик, прошу тебя. Я ее видел всего пару раз. Когда мы были соседями, она в школе училась. Эй, слушайся, сегодня же скажу, чтобы он тебя уволил. Уволил. Слышала? Сначала найдите себе хорошего психиатра. А я не телефон доверия, чтобы выслушивать всякие там оскорбления. Всего доброго. Слышишь его, Вадик. Да. Хороша невестушка. Поздравляю. Жанна, я тебе же объяснял, она... Все, Вадим, надоело. То невесты твои звонят, то приходят там всякие по личным вопросам. Жанна, по каким личным вопросам? А это уж тебе лучше знать. А мне это все осочертило. Уже поздно, я пошла домой. Жанна! В общем так, эта девушка живет на Рублевке. Ух ты! Какие у тебя знакомые, когда только успеваешь. Господи, да учимся мы вместе. А нас собираются устраивать на свой день рождения вечеринку в русском стиле. Это как? Пироги? Блины? Мы с кокошниками? Приблизительно то же самое, только без кокошников. Вот. Я вот что подумала. Тетя Тома с мамой приготовят, а мы все будем обслуживать. Кто это мы? Кто мы? Я, ты, Димка и Аня. Ну хорошо, а сколько заплатит твоя миллионерша? Не знаю, пока мы с ней не договаривались. Мне нужно было твое согласие. Ну, я согласен. Отлично. Тань, как хорошо-то, что я взяла тетрадку с рецептами. А? Ты посмотри, пожалуйста. Блины царские с печем. Кулебяку растет, медовуху сварим. Ай! Медовуху. Отлично. Так, ну, значит, деньги поделим пополам. То есть, как пополам? Да вы что? На нас вся работа, можно сказать, мать будет целый день у плиты, и мы целый день на ногах. Нет, я не согласен. Слушай, ну, меня мама тоже будет готовить. Значит так, 60% нам, 40% вам. Ладно, договорились. Ну что? По рукам? Только единственное, запомни, не дай бог, я тебя увижу пьяным. Да ладно, ладно, ладно. Начинается. Наверное, не дети, понимаем, что такое рублевка. По рукам, по рукам, по рукам, все. Все. Вы, не видели? Анечка в гостиной расставляет закуски, чтоб все у нас сегодня было по-русски. Чтоб наши пироги стояли, как в лучших домах Лондона и Парижа. Давай. Вы что делаете? Вы что, с ума сошли? Что такое? Что случилось? Да расслабься ты, мы русские люди. Не обмоешь, не поедешь, как говорится. Давай, выпьем за то, чтобы сегодня все прошло тип-топ. Я не хочу. Что значит, не хочу? Мы с тобой компаньоны или нет? Компаньоны в чем? В распивании спиртных напитков? В бизнесе, глупая. В нашем семейном бизнесе. Ну, давай, за дальнейшее процветание и будущие перспективы. Перспективы мне твои уже понятны. Спасибо. Ага, вот ты где. Ну-ка, пойдем. Кто, я? Нет, ты гость. А прислуги без тебя хватает. Тань, подожди, Тань, мне надо здесь... Тань! Видал, да? Фу-ты-ну-ты. Прислуги, говорит, без тебя хватает. Нормально. Вот так и надо поступать. Так поступают настоящие компаньоны. Она, значит, гость, а мы, Рыбкины, в горле кость. Я долго буду держать? Вера, не надопталась еще. Я так устала. Руки болят, аж все суставы выворачивают. Еще бы. Ой, такой банкет от грохли. В ресторане человек десять бы крутилось. А мы с тобой вдвоем. Ну, Я стол-то какой, а? Так уж самого президента корми. Одни глупцы чего стоят. И расстегают, и гулебяки, и судачок, и телятинка. Ой, поясницу ломит. И ноги чугутные. Все одно к одному. Старость, не радость. И сериал на одиннадцать вечера перенесли. Ну, кто его ночью смотреть-то будет, а? Вер, слышишь? Одни бездельники. Ночью колобродят, днем спят до обеда. Чего теперь делать? Там самое интересное начинается. А я в десять все, трупом лежу. Плюнули трудовому человеку его в душу. Слышь, Вера? Вера, ты чего? Вера, что с тобой? Вера? Вера! О, Господи, что же делать-то? Ты опоздал на одиннадцать минут. Пробки на дорогах? Черт знает, что... Какие пробки? Я девушек столько не жду. Ну, у меня дома проблемы. Вот и держи их при себе, чтобы о них никто не знал. Ты, парень, что-то не понял? Моё время стоит дорого. Ты его зря не транжирь, не расплатишься. Понял, босс, больше не буду и справлюсь. Встать в угол. Вот и хорошо, что понял. Нужно вас кому-то молодых учить. У меня знаешь, какие учителя были? Какие? Будет время, расскажу. хорошо. вон. А вот именинница. Где? Да вон. Где? Ой, господи, какой тяжелый. Анечка, забери, пожалуйста. Спасибо. Привет, дорогая. Как она... Как она прекрасна сегодня. Она обычно прекрасна. А на сегодня она особенно прекрасна. Ну что, пойдем? Вадим Леонидович, вы идите, а я сейчас подойду, хорошо? Не суетись, мне твоя помощь не нужна здесь. Все свои. Ну, вы же сами говорили, что ли? Да, я говорил, что не знаю друзей именинницы. Ну, друзья отца. Добрый вечер. Подожди, подожди, подожди. Только не в стеклянную посуду. Давай сюда. Да какая разница, все равно съедят. Что ты думаешь, мы первый раз с ним в жизни занимаемся, что ли? Ну, нам же русский банкет заказывали, а у нас получается, смотри, какой-то евроремонт. Слушай, съездили бы к нам в тупилке и посмотрели, какой там бабки русский банкет закатывают. Эй, профессор Кислыхчей, что ты вообще раскомандовалась? Между прочим, у тебя только 40% дохода, контрольный пакет акций в меня, деточка. Витечка, солнышко, подним, поднимай, я тебя расспирю. Ну-ка, дай-ка, бутылочку сюда. Послушай, Витечка, ну я же вас сюда привела, поэтому я за вас отвечаю. Ну, ты посмотри, тебя уже спиртные несет. Ну, Вить, давай не будем ругаться. Ну, давай поработаем. Простите. Ой, Верунь, ну что ж ты меня так напугала? Я сама чуть конца не отдала. Тонко, тонко, тонко. Тонко, ну все в порядке, все хорошо. Все, не волнуйся. Я скорую. Не надо, Томочка, не надо. Сейчас мне будет хорошо. Сейчас я таблеточки выпью, все будет в порядке. Хорошо, тогда Татьяне позвоню, пойду. Не надо, Том, ну не надо, пускай там дети все спокойно работают. Ну, не волнуйся ты так, ну это просто так от усталости, ну. Сейчас, мне уже хорошо. Хорошо? Хорошо. А ну, слава Богу. Все. Ага. Вы сегодня просто принцесса? А по совместительству, Залушка? А, ну, может тогда, чтобы не терять времени, вы подарите мне хрустальную туфельку сразу? А в чем же я буду ходить до двенадцати ночи? А в этой сказке никак нельзя пустить время побыстрее? Нет, нельзя. Сначала был бал, карета, тыква. Точно. Ну что ж, я приглашаю вас на бал. Пока меня в тыку, что ли, не превратили. Обожаю тыкву. Осторожно. Гадала вам, кино какое. Что они тут изображали? Ничего не могу понять. Ты все равно не понимаешь. Ты знаешь что, я тут книжку читала одну. Называется «Индийские мудры». Там, вот, там написано, как складывать пальцы для здоровья. Слушай меня внимательно. Слушай, значит, надо вот сюда положить указательный палец. Держи меня за руку. Держи. Указательный палец. Вот эти две. Давай я на тебе покажу. Значит, вот так складывай сюда. Главное, чтобы медицинец был оттопыренный. И минут через пятнадцать все пройдет. Не мудри. Дай мне лучше лекарства там в чемодане вязать. Томочка, ну не волнуйся. Ну, Иронина. Ну, не волнуйся, моя хорошая. Все. Ну, сейчас все, все. Все хорошо. Дамы и господа, минуточку внимания. Сюрприз. Обнаружил в собственном доме самородка. Иди сюда. Редкий ораторский дар Здорово. Здорово. Слушай, ну давай говори. Ну, говори. Че говорить-то? Ну, что на кухне говорил? Про холопов и господ. Про свиней. Зажравшихся. Я ведь там долго стоял. Слушай, молодец. Ты правильно сказал. Да? Хочешь дёрнуть? Для храбрости давай. Нужно и дёрнуть. Ну, святое нет. Не-е-е. А почему? Я после первого не закусываю. Понятно? Молодец. Ну, ладно, давай, начинай. Не бойся. А я и не боюсь, чем не бояться. За мной, как говорится, правда. Ну, что, господа, дамы, естественно, товарищи там, сударовни. Я к вам обращаюсь, к вам. К вам, вот к вам, да? Я сам справлюсь. Как говорится, а судья-то кто? Ну, что, скажите мне, гуляете здесь, да, веселитесь? Гулянку русскую они заказали. Кучерява, смотрю, живёте тут? А сами-то вы кто? Нет, сами-то вы русские. Я не по паспорту имею, но я по призванию. По душе, естественно, имею в виду. Вы там на своих крушавелях укуравитесь. А плеваться-то сюда. Сюда они едут, на родную сторонку им. Здесь лучше, да? Плеваться. А вам бы устроить турне по деревням, по-русским. Вы сами своими глазами видели, как там бабы в сапогах на восторь. Ой, подожди. Ничего-ничего. И силосом детей почут. Вот где экзотика, понятно? Вот где экстрим. Почище любовь сафари. Ну, в общем, эту юбку я брать не стала. Какая-то дурацкая в черно-белую клетку с завышенной талией, да ещё и с пояском. Ой, ну молодец-то, конечно. Слушай, Танюша, может, кальяна? Нет. Цирк, да и только. Особенно это официант. Какой-то отстой вообще. Да завод. Танюша, твоя идея. Да, что, не нравится? Да ты чё, как это может нравиться? Ты бы ещё цыган с медведем притащила. А, ну, она бы ещё кокошники тоже пораздала всем. Слушай, Танюш, ну, может, какой-нибудь клубешник, а? Да ну, это скучно. Не хочу. Ну, а потом, ну, может, такой стриптиз? Знаешь, везде, ну, это тоже скукотища смертная. Ну, просто надоело ей всё. Давайте лучше танцевать. Ну, а мы что делаем, по-твоему? Вам бы самим, своими руками, вот, травишек там поколоть, травки покосить, а? Глядишь бы, тогда свой жирочек бы и растрясли. Так нет же у них для этого специальные тренажёры, фитнесы, бодибилдинги всякие у вас. Да. Эх, мама дорогая, из-за этих ваших поганых денег, вы же не только природу-то вы русскую распродали, вы свою-то породу в природу покалечили. Инвалиды вы моральные. Прошу налить. Да, пожалуйста, конечно. Забавный мужик. Немного переигрывает, но занятно. Барина в душ, умеет гостей развлечь. Америка всех купила, всех. Вас с потрохами, понятно, и тех, и этих. А что, мы им газ, а не нам квас. Квас пей, всё будет окей. Вот вам куда пошёл. Задержаву, обидно. Браво. Давай-ка си. А кто ответит, кто ответит за деревню под Москвой, а? Вот там, где сейчас ваши эти, дворцы ваши эти, с садами. Кто там живёт за заборами каменными, а? А? Депутаты, бизнесмены. А по-нашему, если присмотреться, спекулянты и жулики, понятно? Вот такая загогулина. А за стариков обидно. Они кровь проливали, чтоб вам здесь спокойно жилось и жралось. Дамы и господа, я предлагаю выпить за стариков, которые проливали кровь. Вы что, куражитесь, а? Веселитесь здесь, молодцы. Да, ну, конечно, кто я вам? Официантишка, халуй. Эй, человек. А я, я в самом деле человек, понятно? Я народ. А вы кто? Кто вы? Вы слуги народовые. Вот и служите мне, понятно? А? Это как? А? Еще в очках. Браво, господа. Браво! Виктору, браво! 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 Господи, а ты добище-то какая, хоть сквозь землю проваливайся. Чего? Какая-то добище. Так и скажи, что испугалась, и все. Ну, конечно, я испугалась. Слушай, ты мне скажи, тебя куда понесло, а? Куда тебя понесло? Слава Богу, скажи, что тебе хоть морду не набили, а хотя жалко надо было бы. О чем ты, деточка? Да я им правду говорил. Кто им еще, кроме меня, правду скажет? А они, между прочим, это заценили. Да ты слышала, как они меня слушали? Они рты поразевали. Давай, Витя, еще давай! Да они просто обалдели от твоего нахальства, от твоего хамства обалдели. Считай, что тебе повезло просто. Дура ты. Да они мне браво кричали, а это значит пробрало. Понимаешь? А ты мне говоришь, сразу видно, ничего ты в жизни еще не понюхала даже. Ой, в людях не разбираешься. Ну, конечно, куда уж мне там? Естественно, я в людях не разбираюсь, а ты очень много разбираешься. Да. Мы с Аней там весь банкет обслуживаем, а он ричи толкает. И Дима куда-то подевался. Где Димка? Ну, я почем знаю. Я не сторож брату моему. Не знаю, может, в туалет пошел. А я, в общем-то, с тобой. Молодец. Произвел настоящий фурор. Гости требуют. Слушай, из тебя вышел бы хороший политик. Силы есть. Убедительность тоже. Вы тоже заметили? Естественно. Можешь увлечь людей. Смотри, гости тебя не отпускают. Требуют правды. Да. Как можно больше правды. Понял? За мной. Да. Так, Виктор, вперед. Мы опять сели, господа. АПЛОДИСМЕНТЫ КОНЕЦ КОНЕЦ Действительно сказочная страна. Официанты говорят речь, а принцессы стоят у печи. Послушайте, Сергей, я действительно не Татьяна. То есть я Татьяна, конечно, но не та. Я всего лишь здесь подрабатываю официанткой. Так что я даже не Золушка, а принц зря тратил на меня свое время. Пожалуйста. Сказка кончена. Ну, откуда вы знаете? Может быть, сказка только начинается. Послушайте, Сергей, здесь и так, по-моему, все ясно. Вы решили приударить за Татьяну, которая с большим наследством. Ну, зачем же вы меня обижаете? А может, мне просто нужна Таня? Красивая девушка Таня. Ну, вы меня совсем за дурака держите? Я уже давным-давно совсем разобрался. Что я могу поделать, если вы мне? Если мне с вами интереснее. Слушайте, мне действительно нужно работать. Очень много гостей. А я вам помогу? Давайте, вы официантка, а я буду барменом. Из меня получится замечательный бармен. А зачем вам это все надо? Вы так ничего не поняли? Господи, Дима, ты что вытворяешь? О, Танюха, нормально все. Нормально. Давай с тобой лучше. Давай выпьем с тобой. Ну-ка, вставай. На брусе шап. Дай поцелуй. Дай. Не надо меня целовать. Ты хоть что-нибудь соображаешь? Ты помнишь, где ты и что ты должен делать? Дима. Конечно, помню. Конечно, помню. Ну, я немножечко выпил, но грех не выпить на коленку. Смотри, как стекло. Смотри. Дима. Из-за тебя. Дима, ну-ка, пошел вон отсюда. Пошел вон отсюда. Погоняешь сынного работника, тебе это аукнется. Сейчас же езжай домой. Исчезни. Таня, опять ты здесь. Ну, сколько можно на этой кухне торчать? Господи, ну, пойдем потанцуем. Слушай, Танюш, ну, сейчас никак не могу. Ну, мне надо вот это доделать. Работы куча, промо. Зашиваемся. Господи. Полный дом каких-то нужных людей, свои проблемы решает. А многие давить некому. А день, между прочим, мой, понимаешь? Ну, пойдем. Ладно, Танюш, я сейчас быстренько разберусь, и мы с тобой пойдем потанцуем. Ладно? Хорошо. Буду ждать. Ну, опять они все обгадили. Ну, что за люди такие? Что один, что другой. Ой. Так, ну-ка быстро. Ничего подниметайте, правда? Ну, вот к чему они притронутся, все в дерьмо превратят. Ой. Давай, я промето. А, Виктор, ты видела? Ты слышала, что он там творил? И видела, и слышала. Ладно, Анька, ты хоть не расстраивайся. Как ему быть, обойдется. Так Баринов его еще даже похвалил за это. Пучу комплиментов наговорил. Еще бы. Такой клоун за бесплатно. Нет, он вообще, когда не пьет, он такой тихий. Ну, в общем. Может, у него таланты какие-то не раскрыты, я не знаю. Для таких пьяных на люди вообще нельзя выпускать. Девушки, милые, да там уже всем все равно, пить из какой посуды, с кем и за что. Так что ваши родственники прекрасно вписываются в компанию. Да, кстати, если всем все равно, то мне, как бармену в первом поколении, абсолютно не все равно. Я требую абсолютно чистую посуду и напитки, напитки, напитки. Вперед. Будет. Так. Ну, я пошла. Старик, а ну-ка висит мне, пожалуйста, что здесь за маскаран происходит, а? Что этот шут Корухова здесь изображает? Ну, я... Да ты я оставь. Ты здесь со мной, и все знают, что ты работаешь на меня. Если ты бармен, тогда кто же я? Метро до отеля. Слушай, ты правда ничего не понял или прикидывал? Спасибо, Сергей, не знаю, как вас благодарить. Мы бы без вас не справились. А вот чистые стаканы, я тогда побегу. Нет, ну, причина трудового энтузиазма мне понятна, только ты туда не смотри. А это почему? По кочину. Есть претенденты покруче. Ну, так ведь и я не всмятку. Ты меня утомил. Не по чину замахиваешься, ясно? Теперь ясно. Не дурак. Ну вот, помог бедной девушке, уже попал под подозрение. Не виновен, Ваша честь? Смешай мне вот это. Вот с этим. Витя, 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 вставай, вставай. Да отстань ты, слушай. Ну вот, привязалась. Я сейчас должен лично попрощаться с Олегом Эдуардовичем и его распрекрасной дочкой. Только этого не хватало еще для полного счастья. Да спит уже давно твой Олег Эдуардович. Ну и что, я русский человек, я не могу идти по-английски, понятно? Слушай, ты за сегодняшний вечер хозяину, по-моему, уже в печенках сидишь. Сейчас, сейчас, на пассажок. Уйти не попрощавшись, не мой стиль. А ты злори, ты мое луковое. Ну как же мы домой будем добираться-то, а? Эй, а давайте я вас до дома и довезу. Да мы ведь на своей машине. Ну вот теперь... Ну я вас на вашей машине и довезу. Я сам. Да? Да, конечно, давай. Спасибо вам огромное. Я не понял. Я жду вас в машине. Быстро, быстро. Давайте все. Нет. Спасибо, Серега. Я доставил без шума, без пыли. Прошу. Спасибо. Теперь наш гость, ты понял? Пойдем сейчас выпьем, наконец, по-человечески. Да, я бы с удовольствием, но лучше в следующий раз. Держись. Почему? Ну, на работу завтра. Надо хоть немного поспать. Да выспешите еще. Жизнь большая, Серега. Не по-людски как-то получается. Не по-русски. Понимаешь? Спасибо вам, Сережа. Спасибо. Пойдем, Витя. Да подожди ты, дай с человеком пообщаться. Вить, пошли. Серега, от чистого сердца. Давай не мерзни там. Я сейчас... Пошли, пошли, пошли. Спасибо. Танюша, простите, я понимаю, вам сейчас не до меня. Подожди. Минучка. Дай пять, братан. Серега мой, Серега. Пойдем. Будем дружить до мамы. Танюш, вот возьмите. Я понимаю, вам сейчас не до меня, но может, что вы делаете завтра, а? Сереж, вы меня простите, пожалуйста, у меня там мама. Спасибо. А давайте я с вами поднимусь. Давайте, может, помощь моя понадобится. Ну, ладно, пойдемте. Не переживайте, все будет хорошо. Это хорошая больница, у меня здесь знакомый лежал, потому что все обойдется. Не переживайте. Слушай, это хорошая больница, держись, я тебя очень проживаю. Может быть? Танечка, все обойдется. Ну, я же водолею, у меня замечательная интуиция. Ну, ну, не плачьте. Ну, все обойдется. Девушка, это ваша родственница? Да, это моя мама. Давайте документы. Паспорт и полис. Девушка, меня ваши документы не интересуют. Меня интересуют документы больной. А, я сейчас, подождите, я волнуюсь просто, переживаю. Вот. А, это ж тупилки, тупилки. Да. А что, у вас нет московской прописки, что ли? Нет, московской нет. А что, а полис? Есть у вас полис хотя бы? Полис, он у мамы, а можно у нее спрашивать. Все понятно. Отойдите. Вот лист, тут расценки за услуги. Так, местная палата в сутки, препараты. Подождите, так это все отдельно, а сколько в месяц-то получится? Ну, не волнуйтесь, мы все откалькулируем вам. Но надо оплатить первый день проживания. Да что мне делать тогда, а? Танечка, не переживайте, все будет хорошо. Где вам общаюсь? Людочка. Здравствуйте, Людочка. Вы знаете, вам очень лицо, вы выражение лица. А вы можете посмотреть на меня еще суровее? А вы знаете, я ошибся. У вас замечательная, но просто прекраснейшая улыбка. Ой, мне об этом уже говорили. Ах, какая жалость. А я думал, что я буду первый. Людочка, дайте мне вашу руку. Не позволяйте никаким мелким жизненным неурядицам убивать эту прекраснейшую улыбку. А никакой этих неурядиц, как вы сказали, ничего нет, все нормально. Значит, как только вы приносите полис, мы сразу оформляем, все бесплатно. Вот и хорошо. Спасибо вам огромное. Спасибо. Спасибо. Сергей, спасибо вам огромное. Я вам обязательно все верну. Да ну что вы. Будет еще раз повод встретиться. Хотите, я вас довезу? Куда? Домой. Нет, не надо, спасибо. Я здесь с мамой останусь. Поезжайте, а то и так с нами всю ночь. Фактически на ногах простоят. Ну, все будет хорошо. А говорят, в Москве плохие люди. Плохие, плохие. Ну, иногда становятся хорошими. В исключительных случаях. И не для всех. Ну, господи. Заездили мы тетку Веру. Человек приехал в Москву подлечиться, здоровье поправить. Одна тебе обслуживаю родственничков. Целыми днями, как белка в колесе. Вот именно. А так всегда, знаешь. Обычно, вот кто везет, на того и грузит. Пользуется характером. Человек вот может на себя все взвалить. И безропотно вести. Не навыступался еще. Что? А кто тут больше всех митинговал, а? Понаехали, на кухню не зайти. Я тетке Вере со всей душой, понятно? Надо масштабнее смотреть на вещи, галочка. А не цепляться к мелочам. А я тебе так скажу. Если тетя Вера, не дай бог, умрет, то грех будет на вашей совести. Да? Бабуль, а почему умрет тетя Вера? Какая она тебе тетя? Бабушка она твоя, твою родная. Вот, свои корни теряем. А раньше, как было, родственники друг за друга с зубами. Да вы и сейчас друг друга с зубами. Кадя, что, мам? Я и говорю, жалко бабушку Веру. Да ничего. Ладно. Таню дождемся. Она приедет, все расскажет. Учует мое сердце. Если Вера эту ночь переживет, считай, повезло. Все. А вы уже уехали? Ну, уже приехал. Вот, я съездил в магазин, здесь кофе, сладости всякие для вас и фрукты, минералка для мамы. Спасибо. Держите. Спасибо, Сергей, большое. Конечно, не стоило так волноваться. Стоило, стоило. Ну, скажите, как мама и что говорят врачи? Ну, кризис вроде миновала, мама сейчас заснула. Но говорят, завтра будут смотреть, что и как. Знаете, вам тоже надо отдохнуть. Да, я лягу там рядом с мамой, есть местечко. Я вот вышла тете Томе позвонить, они там волнуются, а телефона нет. Телефон уже есть. Вить налей мне, а то на душе как-то паскудно. Правильно, мать. Не лекарство же целыми днями пить? Вон, тетка Вера, пила-пила и допилась. Ой, фул гадость какая. Наш самогонков-то еще раз лучше. Ну, а ты как хотела. Делают пойлы из всякого дерьма. Травят людей. Наклеят этикетки и... Нате, мол, пейте. Вот. Ну, смотри, вот. Маде ингуатена. Фу. Вить, ну хватит уже. Мама пусть выпьет, а ты уже хорош. И так. А главное, у них, мать в этой... Гуать, и мать ее... У них менталитет какой? У них же не наш менталитет. Для них самогонка наша, смерть, мам. Это точно. Вот. А эти на русскую вечеринку устроили. Да на столе хотя бы одна бутылочка стояла бы русская. Нет. Мам, даже водка на американском языке. А они подсаживают нас на свои товары. Подрывают, так сказать, экономику изнутри. Да, у них даже в бутербродах, мам, есть эти генетические изменения. Эм, измерения. Мать. Изменения, мать. А мы жрем это и подрываем российский генофонд. Митя, опять двадцать пять. Вот я и говорю, если б не наши растяга и кулебяки, мам, давай. За наших российских поварих, за мамку и тетку Веру. Давайте. За тетку Веру, хорошая была тетка. Бродишь. Про живого человека, так сказать. Вера, Верочка, единственная сестренка моя. Мама, ну все, все. Мама, ну не моя. Мама, все, 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 давай. А что, не помидай мне? Тихо, тихо. Ну что вы так убиваетесь? Ну может все обойдется и все. Может это Баринов звонит? Мы же с ним не попрощались. Да это молчит, а не слышно ничего. Ладно. Что-то все было хорошо. Таня звонила. Хватит пить. Тетю Терри лучше. Ну ничего, мамочка. Это просто сильное переутомление. А ты здесь отдоха, не можешь подлечишься. Но обследование нам с тобой все равно обязательно надо сделать. Танюш, ты меня не утеши. Каждому свой срок. Мам, перестань. Мам, я... Жалко мне только, что тебя от людей вывести не успела. Ну хорошо. Может обойдется еще. Да все из-за этой дурацкой вечеринки. Да при чем тут вечеринка? Это здоровье мое паршивое. Послушай меня. Если со мной что случится... Мама, перестань. Я даже слышать ничего не хочу. Понятно? Таня. Послушай меня. Если останешься одна. Ну будь осторожней. Люди, они всякие бывают. У кого что, но у меня неизвестно. А ты у меня ко всем с открытой душой. Да не такая уж я открытая, мамуль. Кого надо и покусать могу. Кусатка. А ты мне будешь говорить, кого щадить, а кого кусать. Ладно? Хорошо. Вот тебе моя первая подсказка. С тетей Томой не ссорься. Держись их. Они родня. Мама, ты вот видела бы вчера эту родню, мам? А я и видела. Он как за меня испугался. Не ссорься с ним, Таня. Да не ссорюсь я с ним. Знаешь, мам, а все-таки хорошие люди есть в Москве. Правда. Ну, слава богу, обошлось. А я тут даже мылилась. За здравие или за упокой? Мама, ну что ты? Я тюпун себе на язык. Не хлопай-то, да забота от меня. Да ты же моя сестра. Ну, как же такое могло в голову? Ну, перестань клюпать-то. Ну, если тетя Вера шутит, значит, дела на поправку, да, тетя Вера? Да, доктор сказал, что не так все плохо, как мы думали. Даже домой отпустил. А, и то верно. Ну, кто бы домой, человека при смерти-то отпустил? А доктор нам, мам, с тобой какой замечательный попался, да? Хороший такой. Вот направление на обследование дал. Правда, в другую больницу. Вот обследование надо обязательно сделать. Знаешь, какая в Москве аппаратура? Да, только небось, цены-то бешеные. Это да. Сейчас даже клизму бесплатно не сделают. Серьезно, а что? Капиталисты. А от стариков вам проку нет? Пускай подыхают, да, тетя Вера? Ну, понеслась душа в рай. А что? Да если бы у меня деньги были, я бы все бы до копеечки тетю Вере отдал. Только у нас мужику с руками и головой денег не заработать. Да, обрабатывать я, извините, не умею. Мам, мам, ты куда? Ты куда? Ну-ка ложись. Доктор тебе сказал лежать. Вы уж не расстраивайте нас, тетя Вера. Отдыхайте. Вера, может, чайку поставить? Да не надо ничего. Да какого чаю? Господи. Борща надо. Сейчас, сейчас, Светь Вера. Борща и как следует. Знаете, а все-таки мама права была. Ближе вас у нас ведь и нет никого. Я все понял. Ты был барменом, так? Какой-то родственник прекрасный бармен же хамил гостям. А где была именинница? Именинница? А ведь именинницу я почти не видел. То есть как? То есть зря я тебя наряжал, да? То есть костюмчик ушел на охмурение прислуги, так да? То есть нам ничего не обломится, так да? Что ж тебя так воспитал-то, а? В твои годы ты должен быть чистым романтиком, а ты грязный циник. Братец старший. Нет, не мог братец старшенький так тебя испортить. Это она, мировая паутина, тебя запаутинила, запутала. Но я тебя спасу. Ура! Как они сдаются? Ты спасешь меня? Нет. Не спасешь. Ты мне купишь что, пиццы, водицы напиться и буду опять Иваном Царевичем. А сам пойдешь на новую охоту в новом костюме. Нет, спасибо за сказку. И пора мне вернуться в реал. Да нет, брат. Кажется, мои охоты кончились. Что такое? Очередная, единственная, неповторимая? Не веришь. А у тебя там так не бывает, нет? У каждого по пять жизней и в каждой по сто вариантов. Сера, ну просто извини, просто у меня уже иммунитет на твоих единственных. Не веришь, ну и не верь. А я, кажется, и вправду влип. Вы извините нас. Столько неудобств, и мама на кухне сейчас уснула. Не велика беда. Обед готовить не надо. У нас со вчерашнего много осталось. Да. Вы не беспокойтесь, я все равно сниму обязательно квартиру. Мы скоро съедим. Ну какая квартира? О чем ты говоришь? Ты знаешь, какие в Москве цены? Комнату снять и то уж квартиры. Да, мать точно говорит. Это нереально. Ладно. Как говорится, в тесноте да не в обиде. Мы же русские люди. Спасибо вам. Вы хорошие очень. Мама, по-моему, просила вас. Ага, как же, съедут они. На какие шиши? Ну да, ежу, понятно, денег им взять неоткуда. В коммуналке и то лучше. Там хоть кухня под кухней приспособлена. А здесь скоро вон судно выносить за ними будем. И вынесешь. Не сломаешься. Придет время, за мной будешь выносить? Он то за тобой, а то... Да куда им идти? На улицу? И люди какие хорошие. Таких поискать. Ага, давай теперь всех хороших сюда позовем. Сортир еще он не занят. Конечно, в тесноте, ну не в обиде, но проблему надо решать, мать. Ты поговори с этой Таней. Пускай не расслабляется. Вокруг нее столько спонсоров вертится. Кто так выступал, что мы в Еру заездили, а? Да уж так говорил, врачи он слезу прошибал. А что я? Я, между прочим, из большинства, понятно? Как народ постановил, так я и... Короче, мнение народа для меня закон, понятно? Мать, все, поговори с ней и ничего не хочу знать. Ай-яй-яй-яй, а какие детки у меня хорошие? Ну, тесные, ну, понимаете? Значит так, квартира эта моя, мы с отцом горбом ее своим заработали, пока я жива, Веру с дочкой отсюда никто не выселит, будут жить столько, сколько надо. Все, устроили голосование, тут депутаты, хрена. Закончено собрание, закрыто все. Пошли отсюда. Ты куда? В аптеку? Да нет, поеду к баринову, съезжу, может он заплатит за вчерашний вечер. Слушай, а мне там мама, ты можешь... Не волнуйся, езжай, я все и накормлю, и напою, и лекарства дам, не переживай. Спасибо, спасибо тебе большое. Честно, не знаю, что бы мы без тебя делали. Да ладно. Знаешь что, возьми ключ от входной двери, а то ты ходишь как гость. Спасибо. А баринов не передумает платить после того, что устроили наши родственники? Не знаю, вроде все обошлось. Обошлось. Ага. Хорошо, что драки не было. Один напился, другой раз выступался, как на митинге. Ну, знаешь, если бы хозяинам что-то не понравилось, он бы нас сразу не любил. Ну, что теперь, ну, Аня, ну, была не была, все равно ехать надо, денег-то больше неоткуда взять. и маму на дно обследование класть. Ты, пожалуйста, ладно? Да нормально, не волнуйся. Все, я посмотри в дом. привет. Это вы, то есть, ты? То есть, я. Я позвонил в больницу, узнать, как поживает наша больная. мне сказали, что ее разрешили забрать домой. Да, маме уже намного лучше. Ну, что ж, я очень рад за нее. И за тебя. Может, помощь нужна какая-нибудь? Нет, 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 никакая помощь не нужна, спасибо. Я вчера просто так перепугалась и перенервничала. Знаете, если бы не ты, я не знаю, как бы сама справилась. Всегда рад помочь прекрасной даме. Кстати, дама куда-то собралась. Может, ее сопроводить. Нет, нет, не надо. Я здесь недалеко, мне к подруге. Ну, что ж, а я тогда на объект. Мы здесь недалеко жилой дом строим. Да? Буду с нетерпением ждать следующей встречи. А она состоится? Обязательно. Ну, пока. 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 Дим, ищешь что? Ну, что ты роешь, как крот? Ты мою футболку с драконом не видела? Футболку нет. Но мне попалось кое-что поинтереснее. Куда ж не подевалась-то? Что ж ты свинярищишь-то? Ну, стаканы же есть. Да отвали ты! Что, больше всех надо, что ли? Поганец. Дождешься ты, мне мало не покажется. ну, ты даешь, Тань. Ты не могла сразу мне позвонить, своей подруге? Нет, надо было просить какого-то незнакомого человека отвезти вас с мамой в больницу. Ну, было бы нечестно испортить твой день рождения, Тань. Балда. Ну, а что друзья вообще нужны? У моего папы есть отличная поговорка. Кто друга в беде бросает, тот сам в беду попадает. Так, я привыкла как-то с трудностями сама справляться. И я бы тебя сегодня не потревожила, есть у меня обстоятельства. Стоп! Про обстоятельства потом. Ты знаешь, что настоящий китайский чай пьется в полном релаксе и покое. Спасибо. Это, наверное, очень все интересно и очень вкусно, но, Тань, мне сейчас не удастся, как это сказать, реалакснуться, потому что у меня голова немножко другим забита. Мне нужно маму на обследование класть в больницу. Вот ты не могла бы мне заплатить за вчерашний вечер, а, Тань? Ну, разумеется, конечно, Танюш. А в какую клинику ты собралась себе класть? Не знаю еще, но в какую-то хорошее. Слушай, а давай я папу попрошу, он позвонит, кому-нибудь и твою маму примут, как английскую королеву. Ты думаешь? А что думать? Пойду и спрошу. Ну и что? Где ты это взяла? Я взяла? Где ты это взял? Ты вообще соображаешь, что ты натворил? А что я сделал-то? Ты на самом деле дурачок, или прикидываешься? Ты знаешь, кто такой барин? И что он может сделать с тобой? Со всеми нами? А с чего ты взяла, что это я? А кто? Мы с Витькой на старости лет умом тронулись? Или Татьяна решила подругу грабануть? Ну вот точно, Танька этот орден истырила. Ты соображай, что ты говоришь! Если не хочешь по-хорошему, будем по-плохому. Я сейчас пойду и скажу все, Виктор. А Витька у нас в ментовке подрабатывает. Он и без ментовки с тобой справится. О! Вот даже футболку наизнанку надел. Горе ты наше, Луковая. Бытие битым по всем приметам. Я, Ань, в ваши приметы не верю. И бояться мне нечего. Весь дом обыскать! Все перевернуть! Чтобы сегодня орден был найден! Ты слышишь, Туся? Да слышу, я слышу! Не кричи так! Буду кричать, покуда орден не будет найден! Ну он что, какой-то особенный? У тебя таких полшкафа! Он что, золотой? Бриллиантовый! Это орден Андрея Первозванного! Главный орден России! Ты понимаешь, ему же цены нет! Ну так бы и сказал! Это главная вещь в моей коллекции, можно сказать! Его очередил Петр Первый! У него такая детективная история была! Да видно, еще не закончилась! Ну зачем? Зачем я его вчера достал? Ну дурак! Ну похвастаться хотел! На! Подожди! 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 Может быть он где-нибудь под диван закатился? Ну где? Ну тушенька! Ну нету! Ну я уже тысячу раз смотрел везде! Ну подожди! Ну у тебя же все-таки приличные люди бывали! Приличных сейчас все меньше и меньше! Туся! Ну это ты прав! Теперь никого не найдешь! Глаза за ведущий, руки за грибучий! Никому верить нельзя! Ох! Если кто-нибудь из гостей! Я этого так не оставлю! Я его из-под земли достану! Что за шо? А драки нет! Будет драка, если орден не будет найден! Смотри! Да ты что? Калю! Дима! Надо что-то делать! Так ведь это беды недалеко! Ань! Понимаешь? Молчи! Молчи! Я знаю, ты ведь не глупый парень! Это все дружки тебя втягивают! Скажи честно, ты воровать стала из-за наркотиков? Ну, в общем, частично, понимаешь? не хотелось быть белой вороной! Сейчас многие травкой балуются! Я даже в армии, когда служил, нас почти всех на это дело подсаживают! Хотя, ты знаешь, мне особо никогда не нравилось! значит, все-таки наркотики! Ань, ну, я, я только изредка балуюсь! Ну, деньги-то все равно нужны, там, с ребятами пиво попить, там, на автоматах поиграть! А этот орден, вообще какая-то с ним лажа получилась! Я не собирался ничего брать! Просто, как увидел эту, Татьянину, эту подружку, в брюликах все! И папашу этого мафиози! Знаешь, так противно стало! Почему? Одним все, а другим чего? Ну, что? Что ты наделал, Дима? А что теперь мы делать будем? Помоги мне! Вот! Что, напугал? Ну, ничего! Сейчас наш лев пырчит немножко и успокоится! Ему просто нужно кого-нибудь разорвать для порядка! Но это будем не мы с тобой! Да уж! Не хочешь заглянуть в пасти льва? Ты что, с ума сошла? Слушай, Тань, я... не стоит его сегодня нагружать моими проблемами! Тогда продолжаем пить чай! Хотя он совсем остыл! Дожили! Вор в моем доме! Я везде поставлю камеры слежения! Да! Похоже, папочка не на шутку разбушевался! Я думаю, не стоит его сейчас беспокоить своими проблемами! Да, я пойду, ладно, Тань, пойду! сиди! Вот, здесь штук двадцать! Хватит на первое время? Тань, это... это больше, чем достаточно! Интересно, насколько он потянет? Итак, Дмитрий, как это оказалось в моем доме? В саду нашел, уже скамейки на земле валялось! Врешь, братец! Аргументировать надо правильно! Если бы эта вещь валялась на земле, то ленточки не были бы такими чистыми, потому что грязь, слякоть, ты просто украл его! Да, мог ли я себе представить, что мой любезнейший братец выкинет такой эквилибр? Да, если бы был же отец, он бы тебя убил! В семье Рыбкиных вор! И этот вор, любимый сынишка! Младший сынок! Мы с тобой так, к согласию не придем, дорогой мой, если ты не поклянешься меня здесь сейчас, что перестанешь совершать свои эти противоправные действия! Дмитрий, прикинь! не перестань! Дмитрий, мне для вас сюрприз! подожди, Таня, Дима, выйди из комнаты, пожалуйста, мне с сестрой поговорить надо, из дома не ногой, ты под домашним арестом пока я что-нибудь не придумал! Витя, откуда это здесь? Ну, что я тебе могу сказать, сестренка? Как это ни прискорбно, но, в общем... Так, это тот самый бариновский орден! Что значит тот самый? ведь мы пропали! Витя, ты не представляешь, что сейчас у бариного дома творится! Он обнаружил пропажу, кричит, что этому ордену цены нет! Витя, мы... он нас просто всех поубивает! Перестань! Я думаю, что до этого не дойдет! Значит, он его не потерял! Его просто украли! И самое ужасное, что воров в дом своей подруги привела именно я! Аня, как ты думаешь, что Витька-то решит? Ну, что он может со мной сделать? Ну, что не четвертуют, это точно! Хотя, надо было! Держи-ка! Прояви свою мужскую силу! «Виолетта»? Вот так! Вот так надо! Давай работай! Сейчас самое главное. Найти выход из этой ситуации. Может, Витя с Таней что-нибудь придумает. Ничего не слышно. Значит, косточки мне перемывают. Нужен ты им, больно. С тобой так все ясно. Вопрос в другом. Что делать дальше? Вот они очень умные. Пускай сами решают. Битя, ты просто не представляешь, насколько это плохо. Баринов, это такой серьезный человек. Да если он захочет, мы завтра же окажемся все безработными бомжами. Ты не нагнетай. Я, как старший в этой семье, приму меры. Это только надо все сопоставить. Так сказать, все аргументы. Какие аргументы, Витя? Какие аргументы? Димка совсем взорвался. Если его вовремя не остановить, то он в скором времени в колонию окажется. Помимо вот этого, вот этого ордена, он еще наши денежки утащил. Соображаешь, что ты несешь, Таня? Не забывай, ты живешь в нашем доме. Дима, конечно, не ангел, но чтобы у своих воровать, так сказать, у родных, это слишком. Витя, я бы очень хотела, чтобы это оказалось не так. Но, к сожалению, все факты и твои любимые аргументы говорят об обратном. Таня, ты живешь в этом доме. Подобный вопрос у нас возник в прошлом году. Резко подорожал бензин. В этом закинул процент на форс-мажорные обстоятельства. Ну, кто же мог предположить? Так вы и должны были предполагать. И располагать более реальными цифрами. А не подсовывать мне тут туфту. Так что, делать дополнительное соглашение? А у вас есть другие предложения? Нет. Вот так. Поэтому, в связи с резким подорожанием цен на стройматериалы, прошу пересмотреть, ну и так далее, и тому подобное. Вы в курсе, как это делается, да? А я передам главному. Удачи. До свидания. Ой, здрасте! Кто у вас здесь главный? Не были случайны? К сожалению или к счастью, я пока еще здесь не главный. А, ну мне все равно. Я на работу пришла устраиваться. Человек я бывалый, на разных участках работала. Вы меня извините, но кадровыми вопросами я не занимаюсь. Это вам вон туда, в контору надо пройти. Ага. Сергей Александрович, а вы меня не припоминаете? Ну, лицо вроде до боли знакомое, а вот кто? Простите. Ага. Ну, вспоминайте, Сергей Александрович. А вот так вот. А, вспомнили? Галя из двенадцатого управления. Правильно? Тю, ну какая ж Галя! Ну, вспоминайте, Сергей Александрович. Дима, сдаем объект в шестнадцатом квартале. А тут, ба-бах, прорыв коллектора. Ну, вспомнили? Ой, лети, лети, киусы. Ой-я, ой-я. Нинка, перепелкина. Ну, наконец-то, вспомнили. Ты моя хорошая. Здравствуй. Ну, привет, привет. Ну, что ж, я такая старая, что я стала, не узнаете меня? Да нет, похорошела. Да? Прическа у тебя новая. В лицо. Да? Ну, пошли, рассказывай, как жизнь. А потихоньку, помаленьку. Ну, молодец, с какими судьбами. Как нам забрела? Знаешь, не хотела я прошлое вырошить, да и слова я давала не говорить. Ну, раз уж такой разговор, я все скажу. Пока что-нибудь еще похуже не случилось. Давай без эмоций, Тань. Аргументируй. В общем, так. Когда разгорелся скандал, ну, когда Галя подумала, что я якобы у нее Горина увожу. Все высыпали нас выгонять на лестничную площадку, так? Ну, что-то такое помню. Ну, все, кроме Димы. Мы стояли, ругались минут десять. Потом ты вынес нам наши чемоданы. Потом мы пошли в гостиницу. И в гостиницу же обнаружили, что денег нет. Ну, и что? Что значит, что? До этого я залезала в чемодан, и все деньги были на месте. Мы с мамой собирались в кафе, и оттуда из этого чемодана пятьсот рублей доставала. Единственный, кто не выходил на лестничную площадку, это был Димка. Он сидел, пил чай. Теперь ясно? Подожди. Подожди. Но ведь потом же деньги нашлись. Нашлись. Да это Анька догадалась и пригрозила Диме. Вот он и вернул. Это что же получается? Димка, ты наш вор, что ли? Превосходно. Димка, подожди. Значит, все вокруг, кроме меня одного, об этом знали? И Анна тоже знала. Вить, ну, мы не хотели, чтобы ты тут устраивал Нюрнбергский процесс. Вот и не сказали тебе. Пожалели, значит. Молодцы. А он теперь вот что натворил. Ну, ладно. Что теперь делать-то? Что-что? Сухари сушить ведь. Все. Через три дня можно будет тебе капусточку. Есть. Да вы пейте чаек, тетя Ир. Я пью, пью. Так или иначе, зрелище получилось. Все, спасибо. Ой, красота. После баньки, чайку. Знаешь, у нас тоже вот газовое отопление, но ведь пока дождешься хорошего напора воды, так мыться уже раз хочется. Слушай, я, наверное, часы в ванной просидела. А других-то не подумала? Ну что, тетя Вер, мойтесь сколько нужно. Это ты такая добрая. Димочка сердится. Сейчас с ним в прихожей встретились. Он так на меня искоса поглядел и быстро убежал. Ну, у Димочки свои заморочки. Так вам не имеет никакого отношения. Мам, слушай, я сейчас быстренько отъеду. Я кое-что у Бариновых забыла. Нужно забрать. А, давай варенье им передашь. Варенье? Да, давай варенье. Мамочка, ты моя дорогая, ты мой добря, твоя любимая. Ну, наверное, у них это в варенье, конечно, завалюсь, но... Ладно, такого, как я варю, у никого нету. Передашь своей тезке, поблагодаришь. Хорошо. Они поставят твое варенье на самое-самое трудное место и будут угощать только самых дорогих гостей. Да. Езжай, езжай. Все будет в порядке. Какая у вас дочка замечательная, тетя Вер. Она как солнышко. В нее так тепло всем. Вот как вы ее воспитали. Да она с детства у меня такая. Ласковая, заботливая. Да подожди. Катька твоя вырастет, взрослеет. Тоже будет о родителях заботиться. Ань, на минутку поговорить надо. Что-то я перестал чувствовать себя хозяином в доме. Что еще случилось, Витя? А кто дал тебе право, моей супруге, скрывать от законного мужа такие важные события, Аня? Господи, с тобой ведь о чем ты говоришь? А? Мам, да это он про Динкиного крутасы. Вот, пожалуйста. Ребенок несмышленый, и тот в курсе. А я, можно сказать, глава семейного клана ни сном, ни духом. Ну, Витя, ну, я подумала, что лучше как-то замять этот скандал. Думает в этом доме только один человек. Понятно? Тебе понятно? Мне все равно, чем ты там подумала. И о чем? Если бы ты вовремя сказала, мы бы сейчас не были втянуты в такой серьезный скандал. Между прочим, у мамы интеллект побольше твоего будет. Что? Кто там вякает еще? Сейчас я с ним закончу, и тебе экзекуцию устрою. Не посмотрю, что взрослая деваха. Сниму штаны и ремнем тебе... Я ни себя, ни маму в обиду не дам. Значит так. Вы у меня... Распустились, я смотрю. Вы что, серьезно ремня хотите? Я вам сейчас устрою здесь. Я даю когда-нибудь покоя в этом доме. В кои-то веки мать прилегла отдохнуть. Нет, обязательно надо колдеть. А покою тебе захотелось, мама, да? А покой нам только снится. Понятно? Живешь... Живешь и не знаешь, чем занимается твой младшенький. Какую гадость он для нас, для всех устроил. Ну что случилось? А ничего. Просто Дима твой! Вор! Ты чего говоришь, Виктор? Послал Бог семейку. Братец ворует. Сестрица только о мужиках и думает. Да еще эти бедные родственнички на мою голову свалились. Ваня! Знаешь, Вить, все у тебя в дерьме. Один ты красавец писанный. И весь в белом. Мам, мам, подожди. Ну все. Наверху все пересмотрела, внизу все перерыла. Ничего нет. Хоть пыль вытерла. Какая же дрянь осмелилась замахнуться на мою любимую вещь. Интересно. Знаешь, сколько сейчас охотников до чужого добра. Думают, ну а, ну него сколько всего. Подумаешь, какой-нибудь маленькой одной там этой ордена малюсенького-то и не заметит. Ох я этого мерзавца вычисли. Ну просто из-под земли. Ну достану, достану. Скажи, Татьяне пусть составит список приглашенных своих рублевских тусовщиц. Всех. Из обслуги тоже. Как их там? Рыбкины? Адреса, телефоны. Где работают? От официанта до депутата ответит каждый. Таня, привет. Привет. А у меня для тебя сюрприз. Да. Банка малинового варенья. Мама передала. Да, сцена вторая. Те же и банка варенья. Слушай, ты молодец, что приехала. На самом деле, я тут со скуки умираю. Слушай, ну как наш зверь-то не загрыз еще тебя тут? Пока зубы точит. Он сегодня вообще не по-детски расписывался. Татьяна, иди сюда немедленно. Видишь, что происходит? Я милю. Ты понял, что ты сбился, братец? С истинного пути, который указало тебе правительство, родители. У тебя только один выход сейчас. Я надеюсь, ты понимаешь, какой. Сдаться властям. Так, ты не умничай. Не надо, Дима. Послушай лучше мою директиву. С сегодняшнего дня все будешь делать по моей команде. С моего согласия. Из дома без меня ни ногой, никого в гости не приглашать, дверь самому никому не открывать. И вообще, вести себя надо тихо. В кино с друзьями. Что? Какое кино, мальчик? Ты что? Что, не понимаешь? Я сажаю тебя. Дима, я сажаю тебя на строгий ошейник. Лучше я тебя на замок закрою, чем какие-нибудь дяди в погонах. Поверь, это еще мягкое наказание. За твоего Куртаса тебе надо вообще не спорь со мной. Молчи лучше. Надо же, а. В то время, когда брат не спит ночами, пытается, пытается придумать, как спасти этот севший на мель семейный корабль. Как выйти в это море благополучия, достатка, где плавают уже давным-давно россияне менее талантливые, чем твой братец. И вообще, в то время, когда мать кладет последние силы на алтарь жертвенной материнской любви, пытаясь прокормить здорового оболтуса. В то время, когда все буквально все бьются, 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 в смысле, стараются, в смысле. И этот, с позволения сказать, индивидуин, ворует. Алло, вас слушают. Танечка, добрый день. Это Горин. Вадим Леонидович? Здравствуйте. Что ж ты, Татьяна, не заходишь, не звонишь. Пообещала и обманула. Как-то было неловко отвлекать вас от важных дел, но я, честное слово, я заходила, а ваша секретарша сказала, что вы очень заняты. Что, так прямо и сказала? Да, 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 так и сказала. Но, вы скажите, когда мне прийти, я смогу в любое время, хоть завтра, хоть сегодня. Вадим Леонидич, еще можно вас спросить? Да, да. Конечно, спрашиваю. А, как мне, как мне можно найти Никифорова Сергея? А зачем тебе? А, понимаете, моей маме было плохо, и он отвез ее в больницу. Просто хотелось бы поблагодарить. А, ну, поблагодарить, конечно, надо. Сейчас позову. Все, 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 все. противно слушать. Изображает из себя школьницу, недотрогу. Но она же никогда с такими серьезными людьми не общалась. Вот и выделывается. Думает, ему такой наивняк понравится. не говори. Не говори. Ни манер, ни понятий одевается, как попало. Гумору выше крыши, а. Главное, постоянно сует нос в чужие дела, а. Витьке на меня настучало. Зарез. нахлебаемся еще мы с ней, я прям чувствую. Если бы не мать, я бы быстро разобралась с этими родственничками. А так, приходится терпеть. Ну вот, все из-за нее. Вызывали, Вадим Леонидович? А вас? Алло. Алло, Сергей, это вы? Точнее, ты? Да, Никифоров слушает. А, это Татьяна. Я звоню, сказать, ну, поблагодарить за помощь. Ну что вы, не стоит, я сделал все, что смог. Спасибо. А, да, и я должна вернуть деньги за больницу, ну, которую ты отдал в больнице. Да нет, ну что вы, ни в коем случае. Я сделал это от чистого сердца. Я думала, мы встретимся. К сожалению, я сейчас очень занят. Ладно, хорошо, я позвоню в другое время, когда ты будешь не так занят. Да, пока. Ну, я могу идти? Останься. Жанна, зайди ко мне. я вас слушаю, Вадим Леонидович. Жанна, с каких пор ты стала сортировать моих посетителей? Ко мне вчера захотела девушка, ты даже не доложила. Я не предполагала, что это так важно для вас. Жанночка, степень важности и нужности своих посетителей я буду определять сам. это понятно? если завтра ко мне зайдет эта девушка Татьяна Разбежкина, то где бы я ни был, с кем бы я ни был, немедленно доложить, все свободно. А что у тебя с этой девушкой? Да, собственно, ничего. Я вчера помог ей, маму ее довести до больницы и решил какие-то проблемы с медперсоналом. Да, это ты молодец, да. Сколько заплатил, я компенсирую. Вадим Леонидович, я не обедняю, если помогу хорошим людям. Я могу идти? Да. Все хорошо. Ешь, ешь. Вот уж все поели. Котлетки я готовила. Впустно. Фарш со вчерашнего остался. Они пока там кричали, я тут кашеварила. Ой, слушай, когда Витька заорал, я чуть под стул не залезла. Карпара. А что кричал-то на Димку, что ли? Ой, и на Димку кричал, и на Катю, и, слушай, даже Анечке досталось. Так, бедные люди все время ругаются. Ты знаешь, мам, я все больше и больше понимаю, что нам нужно заснимать свою квартиру. А пока у нас деньги есть, положу тебя в больницу на обследование. Мамы, положи мне, пожалуйста, еще котлетку. Таня, а может, не надо этого обследования, да? Ну, дорого, Таня. Мам, ты знаешь, вот на твое обследование деньги я всегда заработаю. да я все думаю, нелегко тебе будет. Хоть бы какая опорта тебе нашлась. А опорта имеешь ввиду богатого мужика? Мечта нашей Гали? Так, тише, услышат еще. Ты что? А че плохого-то? Вон твой новый знакомый, Сергей. Хороший парень. Да по всему видно, добрый, внимательный, щедрый. Мам, ты думаешь, он мечтает о том, чтобы нам помогать? Ой, не знаю, Танька. Я б счастлива была, если б ты за такого замуж вышла. Тогда и умирать спокойно можно. Мам, ты знаешь, мне кажется, тебе придется это отложить надолго. Понимаешь, я дала, я дала обед безбрачия. Как это? Мам, ну ты че? Несущие конструкции одноэтажного промышленного здания, определение нагрузок, компоновка. Ну, зачем ты мне принесла это? Ну, ты же обещал мне помочь. Танюш, мне нужно срочно ехать в суд, а ты хочешь, чтобы я тебе за пять минут объяснил все, что ты должна была выучить за три года. Папа, ну, ни один нормальный человек его там сам не сможет разобраться, а ты мне обещал помогать. Ты помнишь, как давно я учился? Были совсем иные технологии. Так всегда. Вот как ругать меня, так ты первый. А как помочь мне в чем-то, так тебя никогда нет. Татусь, ты подожди, не расстраивайся, я тебя сведу с одним человеком, у него крупный строительный бизнес, он в этих технологиях, как рыба в воде. профессионал все тебе объяснит. А он молодой, симпатичный. Он очень ответственный. А. А вы, Элик Эдуардович, шутник. Хотите из меня преподавателя сделать? А я строитель финансовых пирамид. Нет, ну это я могу. Да, конечно. А то, что не смогу, привлеку специалистов, слава богу, у меня их здесь полный офис. Так что, Татьяна Олеговна, пусть назначает время, а я проконтролирую, чтоб все было в лучшем виде. Угу. Записываю. несущие конструкции промышленные. А. Угу. Записал. Не волнуйтесь, Олег Эдуардович, вашей дочери будет лучшая курсовая в институте. Не волнуйтесь. Здравствуйте. Простите, я уже приходила, но Вадим Леонидович не застал на месте. Сегодня он мне сам лично назначил личную встречу. Да, да, сегодня же об этом все центральные газеты написали. Я вот только, знаете, забыла, как вас представить. Наследница короля Саудовской Аравии или, быть может, внебрачная дочь Билла Гейтса. А ни то, ни другое неправильно. Моего папу зовут Владимир Владимирович. М? Ну-ну. Угу. Вам при таком папе и делать-то, наверное, нечего. А нам вот все приходится работать. Ну, вы работайте, работайте. Я подожду. Ну, хорошо. Я доложу шефу, что принцесса приехала. Ну, будьте добры. Простите, что беспокою вас, Владимир Леонидович, но к вам пришла эта, как ее, Размешкина, Татьяна. Приглашай. Ну, что, Сергей Александрович, в прошлом году ваша фирма как-то решила этот вопрос? Решила, потому что в прошлом году этим вопросом занимался другой человек. Да какая разница? И где он теперь? Где? А ты догадайся. Так что, давай сделаем так. Ты это переделаешь, чтобы, как говорится, никому не было мучительно больно. Понял? Сергей Александрович. Свободен. Сергей Александрович, здрасте. О, Нинка, привет. Можно поздравить? Да, приняли его. Молодец, поздравляю. Спасибо, а я вот вам принесла. Во. Опа. А что это, взрывное устройство? Ну, вроде того, так по голове шарахнет. Ой, тоже горилка, ведь батька мог. Та и сало наше, настоящее, украинское, с перцем, чесником. Так, гражданочка Перепелкина, вы знаете, что за взятку должностному лицу при исполнении полагается уголовное наказание? Та шо вы шуткуете, товарищ начальник. Це ж сало, а за сало ничого не бывает. Ну, ладно, надо. Гурилку я, конечно, не возьму, а вот за сало спасибо. Брата подкормлю. Вот так хорошо. Сергей Александрович, правда, я же от чистого сердца, от всей души. Вам за меня краснеть не придется, правда. Я завтра всех ваших мужиков по стойке смирно построю. Ну, в этом я не сомневаюсь. Помню, как они от тебя бегали. Ничего, далеко не убегут. Вадим Леонидович, Разбешкина, Татьяна. Жанночка, будь добра, организуем вам пару чашечек... Кофе? Да, умница. И чего-нибудь сладенького. Ну, что же вы стоите, проходите. Наконец-то, такая принцесса почтила нас своим вниманием. Вы верите, что я правда счастлив вас видеть? Вы какой сорт кофе в это время суток предпочитаете? Вы скажите, и вас будет ждать только он всегда. Да вы знаете, сорт кофе-то не важно, главное, чтобы не горький был. Так, ну, с любимым сортом кофе мы не определились. Можно маленькую просьбу? не называйте меня по отчеству хотя бы наедине. Рядом с вами я чувствую себя безнадежно старым. Хорошо, хорошо, Вадим Ле... Простите, Вадим. Вадим, вы мне говорили, что у вас для меня есть работа. Хотите, приступайте хоть завтра. Отдел кадров, нет, ну, потом мы что-нибудь подыщем. Шестое чувство мне подсказывает, что вы очень умны, настойчивы, обладаете невероятной интуицией, хороши собой. Я думаю, у вас все получится. Господи, вы знаете, я, я честное слово просто не ожидала, что вот так вот для меня... Вы выражение слышали? Короля играет свитер. Ну так вот. Получить вас в свою свиту... А когда мне... Я тогда поеду, а то я вас отвлекаю, наверное, и дома меня уже ждут. Вы Крепкин? Да, да. Я вас подвезу, мне в ту же сторону. Жанна, ко мне сейчас придет девушка, пожалуйста, пусть кто-нибудь из наших с ней поговорит по толкови, и будет спрашивать, где я, скажи, что я срочно уехал на объект. Там ЧП. Я так и думала. Это действительно ЧП. да. Да ты что? А где? Господи, ну слава богу. Слушай, пап, вечно ты так. Сначала всем в своей коллекции хвастаешься, а потом панику разводишь. Самая ценная вещь пропала. Нет, не болтаюсь. Я серьезно, пап, у меня очень важная консультация со специалистом. Да я рада, что твоя реликвия нашлась. Ладно, пап, извини, я не хочу опознать. Ну что, бабулька, немцы в городе есть? Уехал. Вернее, упорхнул с очередной своей бабочкой. Чего не все летят на него, как на огонь? Добрый день. Я Татьяна Баринова. А господин Горин? Наш господин Вадим Леонидович Горин вынужден был срочно уехать. На объекте, знаете, такое ЧП, что без него, ну никак. Но он распорядился оказать вам всяческое содействие. Вот, кстати, Сергей Александрович наш ведущий специалист. Он вас дожидается. Здравствуйте, Сергей. А можно без отчества? Я уже взрослый мальчик, привык справляться без папы. Если бы вы знали, как я, хотела бы сказать то же самое. Что мешает? Папа и мешает. Спасибо, Вадим Леонидович. Так, стоп. Простите. Спасибо, Вадим за то, что вы меня подвезли. Ну вот, сверим наши часы. Я хочу быть уверен, что завтра рано утром в мой офис войдет такое солнышко. Ну, Вадим, Леонидович, думаете, вот я приехала из тьмы Таракани якобы Москву завоевывать, да? Так. Завтра буду как штык. А, кстати, не хотите в гости зайти? Тетя Тома будет очень рада. Спасибо. Я как-нибудь потом обязательно ее обрадую. Хорошо. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Привет. Слышь, а это правда, что в деревне дом на ключ не закрывают? Ну, раньше не закрывали, а теперь стараются. Значит, в деревне воруют. А ты знаешь, что чужое брать нехорошо? Все равно, как воровать. Ты про что говоришь? Я тебя честно не понимаю. Все, ты понимаешь. Я же видела. В окно, с кем и на чем ты приехала. Бывают же люди, подстоит так спокойно, в глаза мне смотрит. Ты знаешь, что мы с Вадимом любим друг друга и скоро поженимся. А Вадим Леонидович об этом догадывается? С чужими женихами ездишь, на машинах еще и деваешься. На драку-то мы не опоздали? Что такое? Да это курица деревенская, моего Вадима собирается окрутить. Видите, это бред какой-то. Ему было по пути, он просто сказал, что меня подбросит. Вот и все. Галя нужен мне твой жених. Да ладно, не обращай внимания. Сейчас, наверное, полнолуние, а в полнолуние Галке все мужики с веками кажутся. Все, все, все. Действительно, не придавай значения, проходи. Вот, значит, на кого сестру родную променяли. Ну, скажи, на кого? Ты, ты, из-за кого ты себя принимаешь? Понаехала вас москвичам коренным хоть в еде? Ну, все. Легче стало, москвичка? Шла бы навоз подметать. Вы видите вот эту линию? А я что-то не так объясняю? Вам что-то непонятно? Вы очень хорошо объясняете. Просто я, понимаете, я... Я узнаю этот взгляд. Это взгляд сыщика из кино. Не можете вспомнить, где вы меня видели, да? у меня просто какое-то дежавю, но я вас точно где-то видела. На стенде их разыскивает милиция. Нет? Ну, хорошо. Тогда, как опытный психоаналитик, я помещу вас в обстоятельства, при каких мы могли с вами познакомиться. шикарно. загородный дом, вечеринка. Вспоминаете? Нет. Много народу, шумно, общий гул разваливается на разные между собой. бармен. Все уже достаточно выпили, но требуют еще. И вот между ними бегает донький молодой человек с подносом с нами. Бармен, с моего дня рождения, точно! Мальчика, умоляю вас, умоляю вас, только никому не говорите. У бармена очень маленькое жалование, но приходится вот здесь вот подрабатывать. Не скажу. Только за это мы с тобой перейдем на ты. Ну, как же я могу, вы девушка с рублевки, а я так. Бармен, принеси, налей. Заложу. Сдаюсь. Упс, не зашиб. Мне почему-то так и показалось, что тебя заинтересует наш разговор. Очень надо. Просто я мимо проходила. Ну, пока ты совсем мимо не прошла, не могла бы ты приготовить нам чайку. Но должен же я выполнять распоряжение, Вадим Леонидович. С сахаром. Сахар класть? Сколько не класть? Спасибо, Жанночка Дерг. С меня вязанка хворост. Так, ну, как сказал один мужчина, в самом рассвете сил, спокойствие, только спокойствие. Ну, ты видишь, что ничего сложного в этих чертежах нет. Повтори. В этих чертежах нет. Вот. Замечательно. Только в моей голове все равно все смешается. А ты и не тряси. Ну, ладно. Наверное, на сегодня сеанс психоанализа мы закончим? Не только на сегодня, но и вообще. Прощайте, доктор. Это была наша последняя встреча. Если я завтра не сдам работу, а я и не сдам, потому что я ее просто не сделаю, то моя голова покатится с геретины. Как говорит мой любимый Павенька, когда особенно на меня злится, что в таких случаях моя голова полетела бы не вниз, а вверх. Потому что она пустая. Ну, да. Такой жесткой развязки я, конечно же, не могу допустить. Ну, скажите, мадемуазель, что я должен сделать ради спасения вашей головы и папиного спокойствия? Мы можем поехать ко мне, поужинать, а сделать работу. Ну, что ж, работы мы не боимся, а она нас дожить. Не понимаю, в чем прикол? Этот любит ту, та любит этого. Ты про что, Витя? Да про сериалы эти. Мать с теткой целыми днями смотрят. Ну, а что, не пив же им пить, и в шахматы играть. Да я что, я не против. Только не понимаю, как это может нравиться и как не надоедает. Хотя, с другой стороны, благодаря этому мы с тобой спокойно сможем поговорить. Слушай, Вить, ну, у меня целую книгу про штудеров. Давай потом, ладно? Дело серьезное. И касается, между прочим, тебя. Ну? Значит так, сестренка, я хочу сделать тебе предложение, от которого ты не сможешь отказаться. мы открываем магазин женского белья. да? Ну, хорошо. А, а я тут и причем? Да ты что, я все продумал. Я все рассчитал. нам же нужна раскрутка. Понимаешь? Для этого нужно лицо фирмы. Ну, точнее сказать, фигура. И вот этой фигурой, сеструха, я и предлагаю тебе стать. Слушай, прости, а что входит в обязанности лица и фигуры в магазине? Ну, что входит? Наделаем фоток. Ты в красном белье, в черном, в белом. Ну, показ новых поступлений, это, конечно, в живую. Ну, и все такое. Понятно. Слушай, Вить, конечно, спасибо тебе большое. Особенно за все такое, но я вынуждена просто отказаться от такого лестного предложения, потому что я уже нашла работу. Подожди, подожди. Тань, ты, наверное, неправильно меня поняла. Я же не просто тебе предлагаю в белье расхаживать. Я предлагаю тебе стать партнером. Это очень серьезное дело. Ну, ладно, хорошо. А какая тогда будет униформа у наших дорогих хозяев? Ладно. Перестань. Я с тобой серьезно разговариваю. Ты... Ну, ладно, Вить, ну, извини. Я так просто. Ну, честное слово, мне лучше работать по специальности. Понимаешь? Ты даже не представляешь, от чего отказываешься. От каких прибыли? Ты знаешь, вот как раз я-то и представляю. Ну, Вить, ну, правду говорю, с завтрашнего дня обещала выйти на работу. Ну, вот и все. А ты боялась. Я не знаю, что я бы из тебя делала. Ты мой спаситель. Да ладно, пустяки. Мне даже приятно. Вспомнил молодость. Ты знаешь, я бы сама никогда бы не догадалась. Теперь я твоя должница. и я, кажется, я знаю, как тебя отблагодарить. Девушка, вы меня пугаете. Вы, собственно, о чем? Мой рыцарь, что ты делаешь сегодня вечером? Ничего противозаконного, моя королева. Я не знаю, что ты делаешь сегодня вечером. Без анализов знаю, что помру скоро. Тьфу, чё ты каркаешь-то? Ну, типун тебе на язык. Да мне не страшно, мне с Колечки. Я уж пожила свою. Ай. Мне за Таньку страшно. Аж мне знаешь, как я. Жизнь-то не знает совсем. Всем верит. Тома. Угу. Ну, ты ее не бросай. Помоги, чем сможешь. Хоть добрым словом. У нее ж, кроме вас, никого не останется. Да помогу, помогу. Не расстраивайся. Слушай, давай я тебе тарелку налью, а? И поешь. Слушай, со мной-то, перед смертью. Слушай, я серьезно, сегодня в закрытом клубе. Крутая вечеринка. Ну, пошли, я тебя приглашаю. В закрытом? Я понимаю, но я вряд ли смогу. Ну, перестань. Ну, перестань. Ну, я же твоя должница. Ну, я тебя приглашаю со всеми вытекающими. Ну, ты пойми, ну, просто в такой клуб, с улицы людей не пускают. Да я понимаю. Я понимаю. Только завтра мы начинаем на работе новый проект. Я должен быть как штык, иначе мой начальник Горин порвет меня, как тузик, тряпку. Я с удовольствием пошел бы с тобой. Но без обид, ладно. 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 Живи. Но в следующий раз ты не отвертишься. Слушай, Тань, я не поняла. Витька что, всерьез про это белье-то? Мам, да фиг поймет этих рыбкиных, понимаешь, но Анька сказала, что у Витьки всегда приходят в голову какие-то бредовые идеи. Витя уверен, что его идеи просто гениальные, но Анька его в этом поддерживает. Слушай, ну это с ума сойти. Этих два крутых бизнесмена решили подняться на женских бризгальтерах. Да. Но последнее, что я хотела бы, это иметь с ними общее дело. Ты что будешь в воду или сок? Угу. В воду, да? Угу. А вот эта вот Таня Баринова, она дочка, да, того самого Баринова? Точно. И ты отказался идти с ней в клуб. Ну, в закрытый клуб на великосветскую тусу, да? Угу. Ну, а где логика? Угу. А, я понял. Она, наверное, страшна, как наша жизнь. Так, да? Нет, красавица. И лицо, и фигурка. Что, замечательно? А когда ты заболел? Ммм, эх, мне Хасам не знаю. Знаешь, глаза закрываю, а перед глазами другая Таня стоит. Может, я заболел? Ммм, а может, это любовь? морковь? Кушай. Ха-ха-ха-ха. Ха-ха-ха. Ха-ха-ха. Так, значит, кошелек взяла, паспорт взяла. Слушай, а ты не представляешь, я так прижимаю, что Жюр потряснулся. Да ничего, не волнуйся, все будет хорошо. А, а, и еще, значит, не дай бог, тут у мамы станет хуже, обязательно позвони, это мой рабочий. Ладно, все, я побежала. Таня, а что ты там делать-то будешь вообще? Да не знаю, я честное слово, не знаю. Сказали, что кенту в отделе кадров. Ладно, я приду, все вечером расскажу. Все, всем пока. Удачи! Не знает она, работница. Да бумажки будет с места на место перекладывать. До обеда справа налево, после обеда наоборот. Ой, много ты знаешь. А что тут знать-то? Что не ясно, что ее Горин вон, из жалости взял? Что она умеет-то, дурочка деревенская. Ой, ты у нас много умеешь, умница столичная. Только я знаю, что языком своим поганым трепать, да, ядом брызгать. Чего ты защищаешь? Влюбился, что ли? Да пошла ты. А если влюбился, так хоть есть во что. Не то, что ты ни кожи, ни рожи. Ну ничего себе, на себя вон посмотри и губозаказочную машинку себе купи. Танька в твою сторону не посмотрит даже. Вон ее каждый день на новой тачке подвозят. А некоторым только и остается, что смотрите за кошка. кого на чем подвозят. Как старая бабка. Да молчи, малявка. Я-то вырасту, а ты можешь рассчитывать только на самосвал. Да, ну и денек у тебя вчера выдался. А со мной вчера тоже кое-что произошло. Ну, мы рассказывали. Представляешь, папа вчера отправил меня к своему другу в офисе, чтобы он мне с курсовой помог. Его там не было. Зато там оказался такой парень. Боже, вообще он веселый, умный, красивый. Боже мой. Он помог с курсовой, а дальше ты себе представить не может что-то произошло. Тим, он тебе саму что-нибудь предложил выйти? Он отказался ехать со мной в клуб. Ну и чего? Хорошо это или плохо? Вот и наивная. Конечно, хорошо. Понимаешь, это значит, что папины деньги его совершенно не интересуют. А то он бы сразу начал меня как-то окучивать. Я думала, что таких мужчин уже нет. Понимаешь? Да уж, мне такие проблемы явно не грозят. Да ну и хорошо. Сосаки проблем хватает. А что у тебя там с работой? Ты знаешь, согласилась на первое, что предложили. А что там делать-то будешь? Не знаю. У меня сегодня будет первый рабочий день, мне все расскажут. Но я надеюсь, хоть не кофе поднадим. Мне даже представиться не могу. Знаешь, я вообще думала, что сегодня какой-то очень удивительный день. Потому что у меня начинается работа, у тебя начало любовных отношений. Ну что здесь удивительного? Это мы с тобой удивительны, Дедочка. Ай, Таня. Меня зовут Константин Романович Устинов. И я сейчас хотел бы поближе с вами познакомиться. Предлагаю так, вы поднимаетесь, представляетесь, рассказываете немного о себе, о своих увлечениях, может быть, к каким-то предметам больше тянет. А может быть, вам еще телефончик свой оставить? Ага, адреса, пароли, явки. Сейчас про себя рассказ, урока на два организую. Так, тихо, 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 успокоились. А с вами, шутница, мы познакомимся, видимо, позже. Пожалуйста, покиньте помещение. А что я такого сделала? Я не буду с вами вступать в дискуссию. И что, теперь так всегда, что ли, будет? Да, всегда. Да будет вам известно, что Константин означает постоянный. Прошу вас. Чао, крошка. Тихо. Тихо. Вот, Татьяна Разбешкина будет заниматься подбором персонала. Прошу любить и жаловать. Учтите, я проверю. А теперь заработаю. И не забудьте, кто работает, того я люблю и жалую, а кто является предметом для ловли бабочек, все речи с очком. Того не люблю, потому что я строгий, но... С преследованием. Верно. И не забудьте, кто еще не поставил мою фотографию на свой рабочий стол, тот уволен. Шутка. Таня, очень приятно. Таня. Таня, что-то не понял, почему ты не в школе? У нас учитель новый, вообще идет какой-то, выдал меня с урока ни за что, ни про что. Прямо ни за что, ни про что. Ну, пап, ты же меня знаешь. Я знаю, потому и спрашиваю. Ну, пап. Послушай, Катя, мне ведь не трудно. Я прямо сейчас могу в школу пойти, у меня как раз свободное время. А еще он сказал, что так всегда теперь будет, потому что он типа Константин, что значит постоянный. Чего? Тоже мне ботаник. Что же получается? Мы тут пашем целыми днями, налоги платим, для того, чтобы вот такие, как он, зарплату получали, а этот самоупрастом занимается. Нормально. А? Да какого черта он лишает мою дочку неотъемлемого конституционного права? Какого права? Какого? Право на образование. Ладно, пойду объясню, что к чему. Пап, ты только политику-то ему не шей. Послушай, Катя, ты взрослая девочка и должна понимать, что в государственной школе учитель не имеет права действовать во вред государству. Понятно? Как там его зовут? Константин Романович. Константин? Ну что ж, посмотрим, кто кого. А что мое имя значит? Победитель. Вот именно. Победитель. А Константин всего лишь постоянный. Ладно, хватит бездельничать, давай домой. Прошу. Ну что, значит, ты... До свидания. Значит, ты теперь наш новый ценный сотрудник? Ну да. Как маму пожелать? Мам, хорошо, спасибо. Вот ждем результаты анализов. Я очень рад. Очень этому рад. Я рад, что у тебя все хорошо. И вообще, я рад, что ты теперь здесь. Будет с кем поболтать, ну, так сказать, чопнуться душами. Или просто чопкнуться. Мне нравится ход твоих мыслей. Может, сходим куда-нибудь? Почему бы и нет? Слушай, а вот ты в последний раз, когда мы с тобой созваниваемся, ты так странно... Такой странный голос у тебя был по телефону. А это потому, что рядом был твой фанат и покровитель мистер Горин. Слушай, скажешь, что же фанат. Ну, а что, по-моему, он без ума от тебя. И вот мы вот так с тобой запросто сейчас стоим болтаем, а я, между прочим, рискую. Сережа, тебя Горин вызывает. Ну вот, засекли. Здрасте. Здравствуйте. Вы ко мне? Ну, если вы Константин Романович, то к вам. Пушкин. Что? Да. Да, я Константин Романович. А вы кто, простите? А я Виктор Николаевич Рыбкин. Очень приятно. А чем могу помочь? Вы, наверное, неправильно меня поняли. Я отец Кати Рыбкиной. Вы ее выгнали с урока. Да-да. Ну, знаете... Как вам вообще могло это в голову прийти? А? Моя девочка тянет с их знанием. Любит это дело больше всего на свете. А вы лишаете ее удовольствия. Выгоняете. Подождите. Ну, она начала острить перед всем классом. Она на уши всех поставила. Да, Катя моя очень остроумная девочка. А кто сказал, что это плохо? Поэтому давайте с вами договоримся сразу. Вы не трогайте мою дочь. Я не трогаю вас. Потому что это не педагогично. Выгоняете ребенка из класса. Да еще и перед одноклассниками. Ну, знаете ли, они уже выросли для того, чтобы... Чтобы что? Нет, говорите, говорите. Я хочу это услышать. Чтобы что? Что? Устраивать им репрессии? Слава богу, в другое время живем. Я все понял. Я обещаю вам, я больше ни под каким видом не потревожу вашу дочь. Но, вы знаете, у меня уже время. У меня сейчас начинается урок. Простите. Я тоже надеюсь, что мы поняли друг друга очень хорошо. Да, да. Потому что, ну вы-то должны понимать, из-за таких выходок у ребенка может быть психологическая травма. Да. Я как отец не могу этого позволить. Виктор Николаевич. Виктор Николаевич, я вас отлично понимаю. До свидания. До свидания. Всего хорошего. Ну что? Что? Помощь нужна? В каком смысле? В смысле? Еще учите. В смысле? Вот. Чуть правее. Да, вот здесь. Вот так. Все, больше он зависит. Не должен. А еще здесь есть одна замечательная программка «Просто спасение». «Просто спасение»? Да. Привет, привет. Ты совсем заработался или просто заснался? Да, здравствуй. Это, это я. А я, между прочим, соскучилась. Кстати, я сегодня буду недалеко от вашего офиса. Может, пообедаем вместе? Да, ты знаешь, идея замечательная. Идея замечательная, но не сегодня. Точно. Да, сегодня я, я сейчас должен выезжать уже на объект. И объект находится, черт знает где, у черта на куличках. Я не знаю даже, когда я, когда я до него доберусь. Да ладно, ладно. Будем считать, что счет 2-0. В твою пользу. В смысле? В смысле, что ты уже дважды меня отфутболил. Но так уж и быть. Не буду на тебя обижаться. И если ты пообещаешь, то, когда будет время, обязательно мне позвонишь. Да, конечно, конечно, я сразу же перезвоню. Обещаю. Учти, я не буду ни есть, ни пить, ни спать, пока не позвонишь. Бай-бай. Заказчик, ну, прошу. Пожалуйста. Спасибо. Алло. Привет, дорогая. Вот, решила узнать, как у тебя дела. Кошмар. Просто погрязла в текочке. Ты даже не представляешь, сколько тут бумажек надо для того, чтобы... Боже, как скучно. Слушай, давай лучше в клуб сегодня сходим. На всю ночь, как взрослая. Что, Танюш? Нет, Танюш, но сегодня точно не мало. Ну, почему? Ну, пожалуйста, ну ты что хочешь, чтобы я с ума с откупи сошла? Ну, займи себя чем-нибудь. А я, по-твоему, чем сейчас занимаюсь? Просто и мне оказываешь, между прочим, жесткое сопротивление. Так не честно. Ничего подобного. Просто на сегодня у меня уже назначена встреча. Да ладно. Какая встреча? Ты что, в пятницу вечером с нормальной люди веселятся? Слушай, очевидно, я тебя в обычный клуб тащу. Пойдем сядь на стриптиз. Там, конечно, я еще ни разу не была. Да, но, говорят, там такие мальчики. Мужчиной на сегодня я уже обеспечена. Да ну. Так это с ним, что ли, у тебя сегодня встреча? Ага. И как? Хороший? Таня. Очень. Ну вот, так всегда. Понаедут, понимаете ли. Ага. Хорошую себе работу найдут. Потому что всех московских красавчиков у местных аборигенок отнимают. А я одного единственного, зарганить не могу. Слушай, я, представляешь, я ни разу за мужчиной так не бегала, как за ним. Слушай, чего ты в него вцепилась? Он, неужели такой хорошенький? Не хуже, чем у некоторых. Ну, ничего. Я его измором возьму. Подожди секунду. Чем по телефону-то трындить, лучше бы работала. Хорошо. Я учту. Что-нибудь еще? Шеф тебя вызывает. Скажите ему, пожалуйста, что я сейчас подойду. Вот иди сама и скажи. Слушай, Танюш, ты меня извини, ради бога. Меня шеф к себе вызывает. Давай побольше созвонимся, ладно? Ну, ладно. Давай, пока. Танечка. Танечка, я же просил, никаких хочешь. Ну, что вы? Называйте меня просто, Вадим или вы, как вам больше нравится. Вадик, проходите, присаживайтесь. Ну? Рассказывайте. А что рассказывать? Все. Как вам работают в моей компании? Может быть, кто-нибудь обижает или наоборот, слишком докучает. Вы скажите, мы его тут же расстреляем, чтобы другим неповадно было. В моей компании вы должны чувствовать себя, как дома. Тем более, обещал вашей маме. Все нормально. Мне здесь очень нравится. У вас отличные работники. Более того, с некоторыми из них я даже успела подружиться. У вас очень хорошая компания. И знаете, для меня это колоссальный опыт. Мне очень многие помогают. Кстати, вот сейчас я собираюсь поехать на объект, ну, увидеть со своими глазами. А Сергей Лиценович любезно согласился мне вот в этом... Никифоров? Да. А что, нельзя? Что? Нельзя. Да нет, почему? Можно. Нет, только я не понимаю, а почему вы его попросили, а не меня? Ну, Никифоров отлично работник, да. А, значит, мы сделаем вот что. Сегодня вы никуда не поедете, а завтра утром мы сядем в мою машину и прокатимся по объектам. Вы знаете, я не могу завтра, там, у меня институт, я учусь, а задерживать я тоже как-то нехорошо с моей стороны было. Ничего. Получите информацию из, так сказать, первых рук. Лучше меня здесь, мою компанию, не знает никто. Ну, договорились? Упера, больше, на сегодняшний день. До встречи. Субтитры подогнал «Симон»